мы в эфире час придут ныть говорить что он поздно это же правда мы реально поздно мы записываемся вот уже хорошие новости это проще ситуации я могу сказать вам что вообще в стане подкастеров в россии происходят сейчас интриги скандалы расследования потому что вообще ситуация сложная потому что например подкастера наезжают на яндекс почему вот казалось бы зачем почему чего чтобы вы понимали почему никогда не входим в списке круг людей которые называют подкастеров которые наезжают на кого-то давайте тоже закономить на ездим удалился из чата где я иногда думал в само удалиться из твиттера потому что мне иногда я бы иногда просто не понимаю людей которые там что-то обсуждают блять то есть вот допустим сегодняшний пример сегодняшний пример вообще очень характерен но титок выложила сегодня ролик last of us 2 и в ролике last of us 2 они говорят что чуваки мы делаем игру она будет про или они про джоила и чтобы показать разницу между первой игрой и второй мы специально показали что или типа она такая вся себя ну легкая да типа не тяжелый грузные 50 лет до поэтому мы сделали отдельную кнопку прыжка сегодня весь твиттер угора от отдельной кнопки прыжка типа горит блять да как можно да кто же это блять рекламирует эту хуйню это блять отдельная кнопка прыжка ахаха может вы еще блять будете рекламировать что можно стиком двигать ну то есть и вот такая история я сначала знаешь такой написал бред и гневные твиты потом думаю нахуй с ними спорю блять люди ебанутые ну то есть как бы камон все с ними спорить вообще подумаю блять вот серьезно удалиться из твиттера то что это просто невозможно иногда обсуждать ты знаешь у меня периодически кстати бывает точно такое же впечатление что типа надо бы вот пойти само удалиться из твиттера но я себя борю потому что понимаю что это довольно хороший ресурс ну как бы стать значит точки зрения маркетолога что там большой очень социальный граф что у меня там что у тебя например поэтому терять это как бы бессмысленно нужно просто знаешь как делать как валя волосоком когда просто тебе пишут всякие хуесоса ты такой знаешь или рандомно отвечаешь типа да да ты хуесос хорошо ладно окей и ты говорил что что-то там они наезжают на яндекс хочу наезжать на яндекс короче в чем прикол что яндекс свое время запустил яндекс подкасты сначала в бета-версии а потом запустил их в виде ну уже как бы не бета-версии типа уже полноценной версии части яндекс музыки которая называется не музыка и соответственно как бы прикол в том что незадолго до этого спотифай если помните запустил подкаст и спотифай когда была бета первым делом они что сделали сделали дашборд который ты просто-напросто приходил типа там сабметил подкаст но его ревью и соответственно ты потом получаешь типа в дашборде что блять вот твой подкаст вот столько примерно прослушиваний примерно столько-то было стримов стартов стримов столько примерно людей вот этот эпизод пиздаты этот не очень короче ну и так далее так это было в бете потом спотифай типа выпустил от из бета и дальше в ну вы знаете эту историю как у спотифая там поперло все с подкастами мы об этом сейчас расскажем но яндекс чуть позже начал всю эту историю как у них происходило бета они говорили пришлите нам вот на такой-то ящик типа вася пиздюнов собака yandex.ru ну типа такого там вашу просьбу в свободной форме типа как бы наш письмо спорт лото пожалуйста мой подкаст здесь поставьте в свой сервис и они типа могут поставить могут не поставить могут тебя нахуй послать там могут вообще ничего не сделать и во время ничего не изменилось и статистику дайте знаете как вы получаете статистику вам и раз в месяц нет вам присылают excel файл xl сели в котором написано только то что в этом месяце у вас было такое количество прослушиваний и вот топ выпусков по прослушиваниям а вот топ выпусков да да служба дослушиваниями одинаково все и к индексу приходит и говорят вы вроде как ним инди и не инди компания вроде как типа у вас там большое количество ресурсов может быть спустя полтора-два года стоит сделать хотя бы маленький ссатый дашборд какой-нибудь для вот подкастера ты не думал что это не входит в их как это как ты говорил когда делается мвп да ну то есть как бы ты запустили spotify у которого входит у тебя есть google подкаста который вообще полу полумертвом состоянии у них входит у тебя есть тепло который естественно все это там впереди планеты все у них входит и есть супер дохуя гигант яндекс который такой типа болеть чете болеть надо то я просто напоминаю тебе что димка димка они же входит подразделение яндекс музыки и скорее всего музыка больше что очень важный момент который час вот у тебя у нас у тебя сложился уже картина и целая там платформа аргументов которые хотят мне высказать сейчас они все таки на стопу и обратно все крупные киностудий получают от кинопоиска hd от стриминга сервиса точно такой же x и пик ваш фильм мстители начала да 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 и знаешь это все еще по музыку смешали к фара пук дай да балдин а был и пятка баджик собеску поэтому знаешь там типа ну там marvel открывает XL-ку от Кинопоиска, что ваш фильм посмотрел, там, 3 миллиона человек. Понимаешь? Очень маленький сервис, денег нет, ресурсов нет, нихуя нет. Ну ладно. Диснею XL-ку присылают. Держи, братан. Смотри, сколько у тебя фильмов там. Бля, ну скажи спасибо, что вообще присылают так. Бля, я устал оправдывать людей за их тупизну. Давай, короче, уйдём с этой темы, блядь. Я каждый раз пытаюсь как-то слова Тимура повернуть так, чтобы типа, не, ну они же там не знали, ну они же не могли, ну то есть как-то оправдать, да, то есть как-то с другой стороны посмотреть на эту ситуацию. Адвокат дьявола, да. Мне надоело, мне надоело. Я буду в этом подкасте, я буду вот конкретно в этом выпуске говорить всё как есть. Вот, блядь, вот просто вот попомните мое слово. Подожди, тебя же все хвалят за то, что ты даёшь всем сказать, что у тебя уважительное мнение. И вот это всё. Давай продолжай. Димка, тебя же все за это хвалят. Тем временем, тем временем, Димка, ты знаешь, что сейчас будет, занесла нам один евро. Перебей их всех и скажи, ты скажи, Петти. Вечер хату занесла 200 рублей, отличный стикер, кстати. Аннигиляторная пушка. Петти. Спасибо. Короче, пацаны, давайте начнём уже 186 выпуск прокаста, который, я вам напоминаю, называется «Усиливается плановый гомонастай». Если кто не знает, что такое гомонастай, если вы откроете поисковую, если вы в настрой откроете поисковую строчку гугла в каком-нибудь хроме или там сафари или где у вас есть, как это назвать? Адресная строка. Бредбол. И вы... Search suggestion она называется в английском. По-русски называется? Это предложение по поиску. Предложение по поиску. Как-то так, да. В общем, если вы там наберёте... Или российский гугл откроете, да. Да, если вы там наберёте просто рандомное название цифр, то с вероятностью... Или даже символов латинских, например. С вероятностью процентов 90 гугл вам предложит гомонастай слова в качестве предположения того, что же вы хотите набрать. На двочах народ нашёл, что оказывается не только эти слова, есть ещё... Беларуси. Беларуси другие два слова. Да, ещё какие-то... В общем, можете загуглить, что такое гомонастай, а я напоминаю, что это изначально было неправильно записано Ганггам Стайл. Да. Вопа, гомонастай. На самом деле, как вы понимаете, в каждой стране это определённая ключевая фраза, которая... Знаете, такой сигнал, который подаёт гугл. Ну... И, соответственно, это явно какая-то пасхалка, которая, если, ну, разгадать её, набрать нужную, правильную, последовательность символов, то гомонастай превратится во что-то ещё. А ты знаешь, как работали в советские времена вот эти шпионские радиостанции номерные, которые там, знаешь, там 12, 74, 31, 11, ну, какой-то набор цифр просто говорили постоянно в эфире. Постоянно. Знаешь, как они работали? Ну, то есть, идея была в том, что эти частоты слушают условно шпионы там, да, в соседней стране. И если вдруг передача прекратится или поменяется, то есть будут другие какие-то цифры, то это сигнал о том, что явка провальна. Так вот, я считаю, что это в современном мире так работает. Если Google перестанет выдавать слово гомонастай, то всё. Это значит, что, типа, Google в России захватила ФСБ. Да, да, да. Нет, нет, просто, просто я напоминаю, что цифры Мэйсон. Что они означают, да, да, да. Что значит эти цифры Мэйсон? Ты знал, что это такое? Мэйсон, говори нам! Скинь, Мэйсон, цифры! Ты такой, гомностай! Гомностай! Гомностай, что? Гомностай, что, Мэйсон? Резнов, попустите, Мэйсон, колаурат! Мне нравится, как Макс там орёт в микрофон, у него половину всего просто вырезается нахер, RTX 8. Бля, обожаю RTX 8. Это, бля, лучшие перезвия. Лучшее, что придумала NVIDIA, я серьёзно вам говорю, это просто, блядь, вот самая, самая отличная штука. О том, что они сделают ещё RTX green screen и, соответственно, будут вырезать очень точно виртуальный фон у людей и делать green screen. Виртуальный фон, говоришь, да? Сейчас! Ну, типа, они будут делать его точно, в отличие от... Виртуальный, говоришь, фон, да? Да. Угу. Ладно. Угу. 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 Так. О, хороший, мне нравится. Мне нравится. Класс. Оставлю такой. Как будто я никуда не уезжал. Бля, он так вырезать мне наушники-то, что, ну, обойдёмся. Как ты используешь AirPod? Бля, ну, интересно, использую AirPod. AirPod. Мне нравятся мои наушнички, они классные. Слушайте, 186-й выпуск подкаста Завтра Каза. Завтра Каза – это такой подкаст про технологии, медиакультуру, как я, медиа. Сами по себе медиа. Да, сами по себе медиа. Иногда видеоигры. Сегодня у нас будет про видеоигры Майло, но... Но будет. Но будет, да. Короче, чтобы вы понимали, с вами в виртуальной студии немножко уставшие, но всё ещё очень весёлые и находятся трое виртуальных ведущих. Марк Цукерберг, ой, Максим Зарецкий в Казани. Шалом. Да, а потом Дмитрий Замбак. Это я, да, здрасте. И Тимур Си-Си-Си-Си, фильм Люков, это я. Мне нравится, что ты собственную фамилию с трудом иногда произносишь. Он просто настолько устал, ты понимаешь. Это правда. Я вообще хотел прям практически по-китайски сказать Си-Си-Си, знаешь, типа спасибо. Тебе нужна сокращалка, знаешь, вот как вот, я знаю, что, например, у китайцев и у японцев у них принято сокращать либо свои имена, либо просто такие прозвища цифрами. Ну, то есть вот цифры именно как произносятся. То есть, если, по-моему, катакан... Не, по-моему, это у китайцев все-таки, у нее японцев, не помню. Ну, короче, смысл в том, что ты пишешь имя свое, да, но только сокращаешь ее цифрами, потому что по созвучию они похожи на какой-то определенный слой, который у тебя есть в твоей там фамилии или имени. Вот. И тебе нужно там Тимур сокращает ссылки в интернете, так сокращает твою фамилию. Будет Тимур Сея-78. Я могу сказать, что у китайцев есть другая манера, которая более известна. Они из-за того, что очень, на самом деле, как бы они очень стесняются своих имен, своих фамилий и считают, что они не впишутся в общество белых обезьян. Можно немножко не в тему, ты можешь чуть погромче говорить? Да, окей, хорошо. Они же придумывают, они же придумывают себе западные имена, поэтому такое количество, знаешь, там типа Джонатанов Ченов, знаешь, там как Джек Ма, Крис Ху, Джек Ма, там, да, Вивьен, Вивьен Чжу. Такой сказать, Джек Ма, это тоже настоящий. Майюни его зовут, если что, Джек Ма. Ни у кого нету, на самом деле, западных имен, они все их себе придумывают, традиционно и просто вот как бы используют такое имя, сами себя называют, чтобы на западе лучше интегрироваться и чтобы их имена лучше произносили, потому что иначе они все там Хинь Хью Ау. Да, это ты бренду Ксяоми расскажи. Ну тебе кстати предлагают Хорошее Ксяоми. Хороший вариант сокращения твою имя и фамилию Тисей. Ну да, как бы, если вы живы в Китае, может быть, да, так и было бы. Потому что в принципе, я думаю, что если, если мою фамилию перевести на какой-нибудь японский лад, а я был бы Димзо. Димзо, Тисей и Максим. Ну это же старая история. Стругацкий, конечно. Не-не-не-не, пролетчика Ли Си Цина, который его на Вьетнам. Ты что? Ну и был еще его напарник Ваня Дон Шин. Да. Короче, в любом случае, пацаны, начинаем плановое гомонастайство, и как обычно мы начинаем со слуха к неделе. Как вы знаете, поскольку подкасты уходят раз в неделю, периодически бывает так, что на эти слуха выходят и тут же перестают быть слухом через два дня, поэтому мы их все опускаем и оставляем только то, что типа знаете осталось, потому что мы жару, да, потому что мы, например, на неделе добавили штуки три или четыре слуха, которые в итоге типа через пару дней выяснили, что это фуфо полное, и в общем-то мы их не стали включать, даже если вы про них читали, но про не читали их опровержение, то сорян. Смысл вот в чем, что, например, появилось видео на ютубе, где вроде как якобы на дев-ките PlayStation 3 проходит версию для PlayStation соответственно игры Gears of War 3. Напомню вам, что это вообще-то были эксклюзивы, вся серия Gears of War была эксклюзивом Microsoft и выходила в общем-то только на Виндии и на Иксбоксе. Кстати, могу тебе сказать, что вот я сейчас смотрю на это видео и там 15 фпс, ну да, очень похоже, что это PlayStation 3, да? Нет, это просто DevBuild, то есть утекло полное прохождение, вообще полное прохождение, игру прошли целиком. Этот ролик 8 часов почти идет. И история вся в том, что чувак купил на eBay, ну где-то купил, короче, DevKit PlayStation 3 и там неожиданно оказалась вот эта вот история. А нафига? То есть у Epic была идея игру выпустить на PlayStation 3 или что? Уже есть инфа. Там, в общем-то, все довольно оказалось несложно. Дело в том, что Microsoft выкупила права на игру в конце 2012 и начале 2013 года всю серию. До этого момента права принадлежали Epic Games. И на самом деле говорят, что они действительно имели планы на то, чтобы выпустить всю серию на PlayStation. Пока, соответственно, серию не выкупило Microsoft и они естественным образом отказались. Есть другая информация, Тимур, которая поступила Стивену Татилу, он, кстати, был у нас в гостях в прошлой жизни практически. Редактор Катаку. Главрет Катаку, ему Epic сказали, что на самом деле это версия Epic, то есть что называется сразу официальная версия, но не скажут же они в открытую. Это был технический тест возможности Unreal Engine. А, то есть мы просто пытались запустить код с Xbox на PS3 чтобы посмотреть как наш движок справляется с мультиплатформерной масштабируемостью. Потому что до этого на куче игр сделанных на E3 мы это не знали. То есть вообще мне, честно сказать, верится с трудом, что они конкретно на Gears of War тестировали Unreal. Я думаю, что они тестировали его какими-то более простыми, примитивными и прочими. Потому что зачем целую игру пихать? А вот в ту идею того, что кто-то действительно взял и подумал о том, что а что бы нам не выпустить и на PlayStation вот в эту версию я верю в эту версию я верю больше. Но тут смешно было в Твиттере, когда Клифф Брижинский, помните такого? Да. Если что, это создатель Loam так, на секундочку. Рэдико ухает, да. Он Твиттер заявил, что типа а я верю в то, что это фейк. И ему в комментариях кто-то написал вы точно работали? Да, вы точно делали эту игру? И теперь я уже не уверен. Некоторые инсайдеры написали, сказали о том, что на видео настолько огромное количество графических артефактов, которые очевидно, что что-то не так и что оно работает как-то странно. Работает чужо. Причин не верить тому, что это действительно билд запущенный на Плейстейшене ничего такого нету. Вполне возможно. Знаете, мы будем много узнавать историй, потому что мы сейчас знаем большое количество историй, которые произошло 5-10 лет назад, 15 лет назад. Все такие, о, а вы знаете, что там, когда делали Xenogers, это на самом деле была Final Fantasy 7, а Кейтрин это была на самом деле Persona 5. Мы еще такую хуйню через 5 лет узнаем очень много. Да, вы знаете, что Halo 5 изначально была польским шутером и мы сомневались. Да, ничего не поделать. Господи, блядь. Я просто прошу Halo 2 и у меня горит. Тем временем гомностай занес нам 80 рублей, на самом деле мое имя Бетти. Сука, я больше вот серьезно не буду это делать, мне надоело. Дим Димыч занес... Сука, Дим Димыч. Дим Димыч занес нам 182 рубля, хорошего вечера, пацаны, слушаю вас с 17-го года уже как родные. Спасибо тебе, братан. Петти! Сука, нам тоже все попросили. Занесло нам 100 рублей. Норвежский остров я охраняю, целыми днями травку щипаю, имя мое знают даже дети, назови же меня Дима, мое имя Петти! Сука! Там нам Бетти написала в чате на норвежском, короче. Ветерпадыг по Оевар, понимаете? Ладно, короче, пацаны, дело в том, что у нас еще один слух пошел, дело в том, что, как вы знаете, помните, была такая игра Half-Life Alyx? Ты, кстати, напрасно иронизируешь, я тут читал историю, что несмотря на то, что Half-Life Alyx должна была потянуть VR за собой, ее подпортил, ее позитивный шлейф подпортил коронавирус, потому что народ не торопится почему-то покупать VR-гарнитуры даже для того, чтобы поиграть в Half-Life Alyx. Особенно поддержанные. Хотя идея была в том, что это такой локомотив, который потащит VR за собой. И проблема в том, что несмотря на то, что ты иронизируешь, про игру постоянно выходят какие-то новости. Ну, то есть постоянно. На неделе вышел, кстати, SDK для модов, и там народ уже очень крутую ебу творит. Уже поменяли Alyx на паровозик и Томаса, да? Они нет, нет, ты не так, ты вот сразу заметно, что ты не думаешь, как мастерская комбинация сначала, Alyx разделит. Ну, она там есть вообще? Мне кажется, это по умолчанию происходит, разве нет? то есть, как бы, там есть летающие руки, все остальное надо додумать. Слушайте, пацаны, я все еще жду, когда же наконец-то с PlayStation 4 экспортируют модельки из Final Fantasy 7 ремейка и переделают их, когда же, когда же, сфм очки, сфм, когда же, сфм очки выйдут, стив и сайрис и с джейси. В следующем году. Ну, как же так? Ну, ладно, будем ждать. В этом году в Death Stranding выходит на ПК, так что, сфм очки будут с Сэмом. Поехали, да, поехали. Слушайте, я хотел, на самом деле, сказать важную штуку о том, что, несмотря на то, что Half-Life явно довольно хорошая игра, но, например, никто с нас ее так не поиграл. Я играл, ты что, я достаточно многое прошел. Слушайте, я могу сказать, что я даже специально подумал недавно о том, чтобы пойти и все-таки купить себе внешний GPU для Mac'а и купить себе Oculus Quest. Но вышел для Oculus, вышел новый, ну, якобы сейчас выйдет новый Oculus Quest, поэтому я подумал, что покупать типа старый бессмысленно. И потом я посмотрел, сколько стоит внешний GPU нормальный, адекватный для Mac'а, который реально хорошо будет работать. Ну, то есть действительно заебись будет работать. Это, по сути, вот у того же самого Gigabyte'а есть модель 2070, которая уже внутри на Clojure по Thunderbolt 3 подсоединяется, и она стоит 55 тысяч рублей. Ну, то есть это реально хороший был бы вариант. Я подумал о том, что 55 тысяч плюс ракет за шлем, в общем, блядь, сотку платить, я как-то что-то подумал, что дороговато за Холлайкс. Лучше ЧПР-ку взять, да, и на МКАДе. Я решил, что, знаете, вот между 100 тысяч и пройти, как все на Ютубе. Мне нравится, как ты превратился, как ты превратился в такого, знаешь, типичного пихаря, который, а, блядь, я уже сотку за Моровинт отдал, блядь, не собираюсь больше ничего. Я воспользовался смешной третьей опцией, и у меня есть знак, у которого есть Vive Cosmos, он его покупал на дачу, то есть, у него есть большой загородный дом, там второй этаж, где очень много места, но вот он решил, а что, я все равно, типа, выкидываю кучу бабок в ремонт, в строительство, а докуплю-ка я туда и VR, типа, чтобы можно было шататься, чем-то заниматься. Я как раз к нему приезжал на выходные с ребенком, женой, и помимо того, что Cosmos полный кусок говна, как девайс, он постоянно проебывает пол и там хуевый трекинг контроллеров, поскольку там нет этих маяков, он типа на камеры опирается в своем трекинге, я могу сказать, что у Alex реально классная игра, она бы действительно здорово продавала VR, прям маленько мной, если бы этот VR был бы купить, то есть, если бы она вышла на PSVR, эффект был совсем другой, вот серьезно. То есть, но суть не в этом, суть в том, что у Alex, поскольку вот вышел набор для моддинга, и теперь с этой игры может ковырять каждый, неожиданно в файлах обнаружились следы его от 4D3, опять. Ты знаешь, это происходит настолько часто, что мне кажется, это уже некая такая, как сказать, пасхальное яйцо, которое добавляют, пасхалка, которое добавляют в Valve просто чисто ради лузов, ну потому что я не верю в то, что они когда-нибудь вообще в принципе сделают Left 4 Dead 3. Ну, во-первых, нахера? Ну, то есть, как бы, кто-нибудь его ждет? Потому что, вот, лично я, если уж ждать игру от Valve, я бы ждал бы, наверное, Half-Life 3, условно там, эпизод 3, или Half-Life 3, прям с цифрой, но не Left 4 Dead. то есть, как бы, мне кажется, комьюнити, оно поменьше, которое Left 4 Dead любит, чем то комьюнити, которое любит Half-Life. Вы понимаете, что Left 4 Dead, если делать, то надо делать игру сервисную, и чтобы делать ее сервисную, нужно вводить в нее некие элементы PvP, или огромное количество косметики. Косметику, конечно, шапки, это что? А это сложно, потому что для этого нужно, чтобы игра была, типа, очень энгейджащая, а игр с PvE-механиками, которые были бы очень энгейджащими, с простейшими механиками PvE, очень мало, на самом деле. Они это все, в основном, игры сервисные, ну, типа, ММО, ММО-РПГ, ММО-Шутаны, соответственно, вот эти всякие батл-рояли и прочее, а вот именно сингловых игр, чтобы они были вот такими энгейджащими, растянутыми во времени, очень мало. Как вы понимаете, компания Valve уже не может же сделать игру, ну, там, как имя Sony, там, знаете, God of War какой-нибудь. Ну, потому что никто не купит эту игру, там, с 5-ти. Ты не прав, Тимур, потому что... Я тоже не понимаю, почему не может. Объясню, объясню, объясню. Вот, опять же, как единственный живой общавшийся с Alex, этот полноценный TripAway, охуительный совершенно. То есть, там есть моменты, оптимизированные под VR, она выглядит вообще ни капли, ни хуже Sony Exclusive. Серьезно. Ну, подожди, тогда скажи мне, пожалуйста, ты хочешь сказать, что эту игру сделали под миллион копий, со средней стоимостью копий, там, допустим, 20 долларов, учитывая, что... Ну, не 20, там, 40 долларов, потому что, учитывая, что она в России стоила полторы тысячи рублей, я думаю, на других рынках она тоже стоила примерно плюс-минус там 20 баксов. То есть, ну, я говорю о том, что типа 20 баксов на развивающихся рынках и 60 баксов условно не на развивающихся рынках. То есть, в среднем, допустим, 40 баксов. Ну, то есть, миллион копий, то есть, и учитывая, что типа они все напрямую шли в Valve, допустим, 40 миллионов они потенциально могли получить, но я думаю, что по большей части они получили меньше, учитывая, что она, по-моему, ушла в комплекте у Valve Index. Ну, с индексом ее дарили, да, но суть вся в том, что просто... Да индексов не продали, так дохуя, я просто... Мне интересно, сколько, сколько интересно могли реально продать Half-Life Alyx, потому что напомню вам, что Steam Spy, как бы, он закрыт, он теперь только для, ну, интерпрайзовых чуваков, и у него статистика очень размытая. И, например, понять, вот сколько реально продали этих копий, допустим, у игры. Отбились ли вообще... Гейб ответил на твой вопрос еще до запуска Half-Life Alyx, когда сказал, что типа Valve готовы сделать игру в убыток. То есть они говорят, что типа мы готовы либо в убыток, либо в ноль, потому что наша цель пока VR двигать просто как платформы, а не зарабатывать бабки на софте в данном случае. Вы, кстати, слышали историю про то, что якобы будут три игры, которые они будут делать под VR. То есть Half-Life Alyx это типа первая, еще две должны быть. И в этот концепт вот эти строчки, появившиеся в коде, с Left 4 Dead'ом третьим и CSGO, они в принципе вписываются абсолютно. То есть как бы почему бы не выпустить Left 4 Dead 3 чисто под VR и CSGO чисто под VR. Ну то есть какие-то адаптированные, естественно. CSGO под VR... Очень просто, Тимур. Вот смотри. И знаешь, как называется Firewall Zero Hour? Firewall, да, пожалуйста. Есть на PSVR. Это полноценная и полноценная радуга, но под VR. Вот серьезно. Она работает как радуга, выглядит как радуга. Вот. И при этом прекрасно работает VR. А Left 4 Dead... Да, и Left 4 Dead, в общем-то, есть Arizona Sunshine, где ты стреляешь в зомби. Да даже вспомни этот идиотский шутер, который вышел на старте пояс VR'а, который от авторов Until Dawn. Нет, от авторов Until Dawn, где ты... Клоуды нападают. Помнишь историю? Почему бы такое же не сделать только в стилистике Left 4 Dead? Ну, то есть, почему бы и нет? Я думаю, что есть вариант, что эти две игры действительно в каком-то виде существуют, возможно, их делают как концепты в полгода. Это да. Привет, ну, вот давайте посмотрим, как бы... Я просто к тому, что... Вас хотел свернуть аккуратно, потому что это действительно пока все слухи. Я склонюсь к тому, что это фича, как говорит Дима, что это чисто патролить народ, чтобы вот разы лузов, типа, сейчас куча-куча опять появятся статей Left 4 Dead 3, ха-ха-ха. Помните, когда Source 2 только презентовали, в нем тоже нашли Left 4 Dead 3? Ну и чего? И где? Как бы Source 2 уже давно существует. И, ну, давайте мы перейдем, кстати, знаете, к какой теме интересной? Вера из Риги занесла вам 80 рублей, заебалась гулять собак и пришла домой. А тут вы, спасибо, что вы записываете все онлайн. Буду под вас пить ром и отдыхать. Спасибо тебе. Слушайте, у нас тут довольно важная новость, так скажем, для рынка подкастов в целом вообще. Я бы сказал, что это не только для рынка подкастов, но давай, сначала саму историю. Я просто к тому, что, ты знаешь, это действительно большая такая новость жирная, потому что, если вы не знаете, ну, вы, допустим, слушаете подкасты или только за 4 касты, больше там ни на что не подписаны или подписаны только на русские подкасты. Дело в том, что есть такой чувак, ну, так скажем, комик, как бы, который имеет свое собственное шоу, такой смешной и угарный, про который вы могли, может быть, слышать краем уха. Называется подкаст Джо Рогана. Он существует как в аудиоварианте, так и в видеоварианте на Ютубе. К нему приходило огромное количество знаменитостей, известных людей от Илона Маска и Роберта Дауни Джуниора до там вообще кучу-кучу всяких людей. Роберта Дауни Джуниор, и как тебе? Я вот не могу... Я все время забываю, да, Роберт Дауни был младше. Все время, да, вот, вроде... Ты просто Роберт Дауни Джуниор какую-то сделал. Не-не, просто Роберт Дауни Джуниор это звучит логично, но я впервые услышал, потому что я его всегда называл Роберт Дауни младший, всегда. Хотя Джуниор, это, блядь, логично, он же, блядь, американец, камон. Блин, мне просто немножко сложновато, потому что я в основном про него читаю везде в интернетах на английском. Везде пишут Джуниор, да. Везде пишут Джуниор, и мне просто в голове с ассоциативным ряд там, ну, я латинскими буквами прям вижу его имя, и читаю его, вот, какой он есть. И мне сложно иногда бывает воспринимать все такие вещи. Вот. Но смысл в том, что, как бы, этот подкаст, вот он существует, это, по сути, один из самых популярных подкастов в мире, и внезапно его эксклюзив, ну, то есть полный, вообще, эксклюзив, покупает Spitify. Чтобы вы понимали, настолько полный эксклюзив, что даже видео-версия на YouTube больше выходить в полном виде не будет. Там будет выходить только клипы небольшие, типа, как тизеры, да, к тизеры, типа, к шоу, мол, идите слушайте Spotify, если вам понравилось. Вот. И это, как бы, напоминаю вам, что далеко не первая покупка Spotify, а просто это самая жирная покупка. До этого, например, Spotify купил одно из самых крупных издательств подкастов, которые, типа, у них было в... по-моему, 50 подкастов, из которых на тот момент уже 30 были в лайве, это Gimlet Media, вот, и куча других различных еще издательств и маленьких подкастов, и больших подкастов купил Spotify, и они же купили один из самых крупных хостингов подкастов и сделали его бесплатным, ну, как бы, почти полностью. Это хостинг-провайдер Anchor, который позволяет еще и записывать подкасты вживую вместе, ну, как сервис, и, по сути, выкладывать их очень удобно, типа, и большое количество подкастеров, в том числе и в России, пользуются этим самым Anchor. Anchor как якорь по-английски. Вот, и соответственно, Джо Роган теперь эксклюзивно выходит Spotify, ну, будет, точнее, выходить. К концу года, я так понимаю, что он полностью перейдет туда, а так, ну, переход будет постепенно. В сентябре, в сентябре начнет. Да, а видео полностью уйдут с Ютуба к концу года. Вот. При этом звучит цифра, знаешь, какая, это у меня в нашей изначально, ну, 100 миллионов. 100 миллионов баксов, это... Да. Что, единовременно? Хуя. Да, вот так вот. Стоимость, ну, с другой стороны, с Ниндзией там сколько сделок было? 30 миллионов. 30. Поняли игровые стримеры? Кстати, с Миксером тоже забавно. Недавно читал историю, что, несмотря на покупку Ниндзи и там прочих стримеров поменьше, Миксер показывает не очень большие цифры роста. Вот сейчас вот пандемия, все сидят по домам, все смотрят стримы, и Твич растет просто как не в себя, Ютуб растет как не в себя. Самый большой рост, знаете, у кого? У Фейсбука, как ни странно. Ну, то есть, я не знаю почему, но, видимо, на Фейсбуке тоже, что что-то достримится. А у Миксера что-то там 0,2 процента? То есть, какая-то херня. Ну, то есть, ты знаешь, это можно даже, наверное, как статистическую погрешность учитывать. То есть, покупка Ниндзи себя не оправдала. Это же Майкрософт же. Я вот думаю, интересно, а покупка Рогана оправдается для Спутифая? Как вы думаете? Ну, ты знаешь, я просто напоминаю вам важную штуку по поводу всей этой темы. Что Spotify делает подобного рода вещи, чтобы мало того, что привлечь к себе, соответственно, платных пользователей, а также забить матрицу потребления этих самых пользователей. Ну, то есть, у людей есть некоторое свободное время, которое они тратят в течение дня. Которое они тратят, например, в Спутифая, в своих наушниках, пока они едут на работу, пока бегут на беговой дорожке в зале, пока моют посуду, пока едут в тачке и так далее. И у них есть вот это время, условно, там, типа, три часа в день, которые они могут слушать что-то в наушниках. И люди, которые пользуются Спутифаем, они используют это время в основном для того, чтобы, типа, слушать музыку. И Спутифай в их интересах переводить этих людей на подкасты. Потому что людям, ну, соответственно, подкастерам они не платят нихуя. Ну, типа, да, я понял. Просто ты, типа, выходишь, как бы, вот тебя там нашли, ты послушали, у тебя есть прослушивание, рекламу там, типа, отбил, вот это все, короче, все, пошел на хуй. Вот, 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 вот твой экспоузер подависим. Вот. И когда ты слушаешь музыку, то у артистов, которых ты послушал, у них копится, соответственно, количество прослушиваний. Напоминаю вам, что Спутифай платит плюс-минус за тысячу прослушиваний твоего трека один доллар, примерно. То есть, соответственно, если там твой трек прослушали там за месяц, например, там 100 тысяч раз, там, да, 100 тысяч стримов было, там какое-то количество времени считается, типа, чтобы ты прослушали, чтобы стрим засчитался, типа, по-моему, 30 секунд нужно, чтобы тебя слушали. Вот. И, соответственно, вот тебя послушали 100 тысяч раз. 100 баксов, на, держи, короче. Вот. Послушали 100 тысяч раз твой подкаст, ты получил нихуя. Логично. С одной стороны, логично. Интересней, да. Чтобы, как бы, ты, вот, пока ты ездишь, там, типа, на работу, у тебя есть три часа, чтобы ты, как можно больше слушал подкастов. Потому что платить за них не надо, да, мы поняли. Потому что они же берут, как бы, кучу бабок за подписку, вот, и это довольно большой полденег, но они тратят очень много денег на выплаты, соответственно, артистам, там, лейблом и всем-всем-всем. И, соответственно, в их, опять же, интересах, чтобы слушали подкасты. Поэтому Джо Роган отнимет у существенного количества людей, которые есть в Spotify, как раз-таки, учитывая, что больше нельзя будет послушать его, там, на YouTube с YouTube Premium, в iTunes бесплатно, там, и так далее. Его придется слушать Spotify. И, соответственно, эти же самые пользователи Spotify, которые купили подписку, они будут слушать бесплатного Джо Рогана, ну, эксклюзивного, как бы, да, но бесплатного. Но не будут эти два часа, что идет его подкаст, слушать музыку, за которую придется Spotify заплатить. Смотрите, давайте простую математику. С бацаем, короче. Это интересно, интересно, ты повернул историю, потому что мне всегда казалось, что, как бы, за контент в любом виде приходится производителям платить. Ну, то есть, довольно сложно представить условный Netflix, который, там, типа, размещает какой-то бесплатный короткометражки, там, от каких-то историй и прочее. Смотри, давай чистые цифры. У Джо Рогана около 190 миллионов скачиваний подкаста в месяц. 190 миллионов. В месяц. В месяц. Это, блядь, ультра-гипер-дахуя просто. Ну, потому что он не только в Америке популярен. Он не просто один из самых, он, блядь, самый популярен. Смотри, допустим, допустим, Джо Рогана начинает слушать не 190 миллионов, а, допустим, на Spotify 100 миллионов. Ну. Прослушивание будет месяц, да. Берем, короче, 100 миллионов. Сейчас я тут, сейчас, подожди. Раз-два. Раз-два. Если бы он был бы артистом музыкально, это 100 тысяч долларов ему выплатить в течение месяца. Теперь мы можем посчитать, что у некого количества людей, допустим, которые, как бы, пошли и послушали Джо Рогана, это же самое время, они не слушали музыку. И они, по сути, сэкономили 100 миллионов прослушиваний Spotify в месяц. И, по сути, как бы Spotify они в месяц сэкономили не очень много. Они сэкономили всего 100 тысяч, ну, 100 тысяч долларов. Понимаете? То есть, по факту, не совсем уловил. То есть, смотри, ты мог бы заплатить, ну, теоретически, да, мог бы заплатить Джо Рогану в год, получается, если искал 100 тысяч в месяц, то в год это 1,2 миллиона, правильно? Димка, смотри, сейчас еще круче. Сейчас я тебе сейчас вообще просто будет просто разрыв жопы. Смотри, сколько у нас идет один выпуск Джо Рогана? В среднем. Часа два, наверное. Давай посмотрим, смотри. Прямо вот сейчас берем еще. Давай, ну. Сыланным маском 2 часа, короче. С Тони Холком 1 час 42. С Тони Хайклиффом, короче, 2,58 идет, да? То есть, допустим, мы берем, что некоторые там, типа, идут дохуя, некоторые идут не дохуя, да? Там вот 1 час 40, 2.30, 1.19, 3.24, 4.258. Берем 2 часа ровно, да? А 2 часа, это сколько у нас получается? Это 120 минут. Допустим, берем, что средний трек Spotify идет 4 минуты. То есть, это 120 делим на 4, это 30 треков. Понял? Я пока тут, ты говоришь, я пытаюсь найти его канал на YouTube. Ну, я уже как бы посчитал. Смотри, это, грубо говоря, один выпуск Джо Рогана, это 30 треков. Понял? Ну, соответственно, мы берем и 100 миллионов прослушиваний, которые, допустим, у нас есть на Spotify, да? Раз, два, три, раз, два, три. Умножаем на 30 и делим на тысячу. Получается 3 миллиона прослушиваний. Это, соответственно, 3 миллиона долларов. То есть, 3 миллиона долларов в месяц, по сути, он экономит Spotify, если люди пойдут и будут слушать его выпуск полностью. Да, но если ты говоришь... Собив свое время и не послушав музыку вместо этого. Я понимаю, ну, ты посчитал, естественно, приблизительные цифры, но просто смотри. С точки зрения самого Spotify, ты заплатил Джо Рогану, по слухам, 100 миллионов долларов в год. 100 лямов в год. А сэкономил ты при этом 3 ляма в месяц. Через сколько купится Джо Роган? Через 10 лет? Камон. Это будет слишком до хуя денег. Нет, блядь, да ты не понял как бы. Смотри, 3 миллиона долларов, он, допустим, сэкономил Spotify в месяц. Так. Это плюс-минус приблизительно. Умножаем на 12, получается 36 миллионов долларов. 36 в год. В год. Если стоимость сделки была 100 миллионов, то за 3 года она отбивается. При этом... Долго ждать, мне кажется. Нет. При этом подумай о том, что Джо Роган привлечет большое количество новых подписчиков. Да, знаешь? Которые, по сути, отобьют эти затраты за год-два. Блин, хотел бы я 190 миллионов прослушиваний в месяц. Саной, конечно. Третьматика-математикой, но... Даже обратите, мол, шли с твича на YouTube. У нас вынесли просмотры. Ну, это правда. В подкастах, ну, может, Тимур меня поправит, но подкасты, все-таки аудитория подкастов, она не привязана так жестко к платформе, как аудитория стримеров, например. То есть, аудитория ходит слушать подкасты, они пользуются сервисом, где он выходит. Вот я к чему это говорю. То есть, и поэтому Джо Роган это крутое приобретение, потому что люди... На срать мне слушать Джо Роган. Ну, в Spotify, в Spotify, не проблема. В Spotify очень сильно увеличилась база за последние несколько лет. Когда спутешествует в России, блин, надоело ждать, вот, серьезно. Пойду, пойду, зайду, зайду. Хочу на сайт. Хочу на сайт. Давай. А ты можешь рассказать? Скоро. Это ты знаешь, это ты сейчас на уровне, на уровне платборда, платборда на ПК, вот на неделе. Даже какие-то русскоязычные сети перепечатаны. Платборда будет на ПК. Когда один инсайдер сказал, что узнает человека, который знает другого человека, этот человек, сказал, что обязательно через некоторое время платборн появится на ПК. Я такой, прям суперинформация. Я помню, это была история, когда, типа, Metal Gear 4 выйдет на ПК. И в 2018 году он действительно вышел на ПК. В эмуляторе. Наверное, и Блатборн когда-нибудь на ПК выйдет. Классно будет. Нам тут пишут о том, что, типа, а что не так с Твичом было там? Пидор-пидор, пидорас. Пидор-пидор, пидорас. Ёбаный пидрилы, пидорас. Это в смысле не ты, а в смысле, типа, это про Твич, кстати. Да, это смысл в том, что за эту фразу нас забанили на Твиче. А здесь не забанили. Да, то есть можно сказать... Обида, ёбаная, осталась. Нет, ну просто мы обсуждаем новость о том, что Spotify запустили в стране под названием Ниггер, и всё, автобан. Не, я уверен, что и на Ютубе есть что-то подобное. Так что вы следите всё-таки за своими словами. Понимаешь, просто на Ютубе с этим проще, потому что на Ютубе тебя просто берут и делают твои видео мачур, отключают тебе монетизацию, типа, и пошёл нахуй. Но нам-то поебать, как вы понимаете. А на Твиче тебя просто банят, и всё. Да, да. Твич в этом плане, как бы, сейчас тут на секунду, напоминаю вам, попал в очередную контроверсию, связанную с тем, что Твич, заебавшись отвечать на претензии цесгендерных хуэмразий, сделал специальный, так скажем, моральный борт, который должен был стать моральным компасом. Как это называлось в Советском Союзе, когда тебя отчитывали за то, что эти специалисты расклешённые? Про песочили. Не-не-не, не про песочили, это же собирали, как этот орган был специалистом. Не худсовет. Ну, моральный комитет какой-нибудь, да. Комитет по морали. И тебе все всем подъездом говорили, вот абсолютно аморально. Проститутка-наркоман! Джинсы носить, хоть в фоле партии это, вот коммунистическая партия сейчас не слушает, понимаешь? Вот примерно то же самое произошло на Твиче. Они сделали специальную комиссию, которая должна была помочь разобраться в гайдлайнах того, что происходит на Твиче и, типа, установить, так скажем, собрание. Да, собрание. Да, какое-то вот правильное направление, знаете, какое-то правильное направление, как бы, сделать. И, в общем-то, туда включили, кроме, там, типа, людей, которые, в общем-то, в самом Твиче, в самом, в общем-то, управлении Твичом сидят, еще добавили несколько стримеров. Как их отобрали? Непонятно. За какие заслуги? Тоже непонятно, короче. Но смысл в том, что туда попала девушка. В смысле, она не девушка или что? Зачем ты пальцем показал? Она сюрпризом оказалась. Показал кавычки. Транс-девушка. Транс-девушка. С сюрпризом. И суть в том, что транс-девушка, как бы, пришла, довольно резко начала высказываться для человека, который, знаете, это вот как в России, знаете, когда ты какой-нибудь амбудсмен по детям, а потом берешь и говоришь, что, типа, да тебе пиздить надо, короче, да? И все такие, типа, а вы точно амбудсмен там по детям? Как бы, вот. И здесь то же самое. Приходит человек, который, там, типа, начинает быть таким, типа, компасом моральным вот это все. А зачем мы это обсуждаем? Это вообще влеет как-то на... Это мы просто, как бы, знаешь, так плавно перетекли из Джорогана в борьбу платформ, потом перешли в Твич. И, как бы, Твич, соответственно, чем... Как бы, кто у нас обосрался на этой неделе? Вот. Обосрался Твич. Вот. И, короче, смысл в том, что это замечательная девушка. Вот. Она... Мне нравится, как ты даже интонации выделяешь, кавычки. Спасибо тебе большое. Люди, которые слушают это в записи, они будут тебе благодарны. Да-да. В общем, эта девушка, она сделала следующее. Она начала высказываться, как бы, во всяких вещах, связанных с тем, что в играх соревновательных, то есть в competitive games, есть некоторая проблема, и эта проблема связана с тем, что они достаточно инклюзивны, так как в играх есть voice chat. Я не понимаю, что это значит. И ты такой... Можно мне перевести на русский, что имеется в виду? Слышишь, что на русский, да. Объясняю. Большое количество людей, большое, примерно 0,001%, не способно говорить. Это первое. Так. А второй момент. Дело в том, что... А теперь, как бы, знаешь, из-под выверта, как говорится, так, прям, знаешь, такой... Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Такой сальто сделал, короче, и пососал хуй в воздухе. Понимаешь ли, когда человек начинает говорить в voice chat, из-за особенностей его голоса, его можно профилировать. И так как в основном... Ну, то есть, если ты говоришь манерно, то сразу про тебя все понятно. Так, что ли? Или если ты внезапно начнешь разговаривать вот так вот и говоришь, вообще-то я девушка, то тебя профилируют и говорят, да ты гонишь, блядь. Ты ж пацан. Он такой, ты чё, сука? Подожди, а она считает, что это плохо или что? Я просто не понимаю. Просто Тимур сейчас отвечу. Вы меня перебили, а я пытаюсь объяснять, что вопрос в том, что вот это профилирование создает стереотипы. А стереотипы создают, потому что играют токсичные хуэмрази в игру в основном. Ну, логично. Пока всё логично звучит, но... И поэтому для того, чтобы исключить вот эту токсичность, многие компании уже идут на то, чтобы заменить войсчат на что-то ещё. Как Valorant, который отключил войсчат в России, потому что пошёл ты нахуй. Потому что пакет мировой якобы. Нет, я считаю, отключили исключительно из-за вот этой инклюзивности. Просто потому что будут несчастных русских геймеров фуэсосить за их акцент. Вот так. Там, понимаешь, в чём прикол? Что вообще, якобы она говорит, что многие компании, например, типа Overwatch, Activision, да, они взяли и делают так, что ты можешь вместо войсчата сидеть и, например, тыкать в предефайненные, допустим, реплики у того персонажа. Или в какой-нибудь «Радуге» ты можешь ткнуть, типа, ну, куда обратить внимание. Или в какой-нибудь «Апексе» ты можешь, знаете, сказать, там, «Yes, no» типа «I'm gay». Понимаешь? Ой, там в «Апексе», кстати, очень продвинутая система вот этих вот помечаний всего, да. Понимаешь, как бы, и вот эти все вещи, как бы, они хорошо вроде как, типа, работают. И она говорит, что, типа, бля, братану, но ведь это же для этого сделано. Ей говорят, бля, ну, ты понимаешь, на самом деле это сделано для тех, кто, типа, например, сидит с ребенком. Или не может говорить. А, играет. Или микрофона нет. И не может говорить. Мало ли какая причина, да. Ну, вы, сука, просто свои вот эти мужские фантазии, блядь, выдаёте за реальность, суки. Пошли нахуй, короче. Вот. Вот примерно вот так вот он говорит. Пошли нахуй, блядь, сенсгендерные хуи мрази, сука. Мне иногда кажется, что вот эти люди, которые, ну, скажем так, представители, как ни странно, меньшинства, хотя по тому, как они разговаривают, кажется, что их много, они, знаешь, вот классическая поговорка, когда ты берешь в руки молоток, все вокруг кажется гвоздями. Вот примерно то же самое. Когда ты отрабатываешь какую-то вот свою повестку, которая связана с... Когда ты красишь волосы в розовый. Неважно. Связано с ЛГБТ там или и прочими. Тебе вокруг все кажутся хуи мразями. Или все мужчины кажутся тебе проклятыми насильниками и прочими. Ну, то есть, это просто вот так работают очки розовые, знаешь, которые показывают тебе только плохое. Вот только так. Просто ты находишься в... Знаешь, когда ты говоришь... Ты находишься в круге общения, в котором это как бы постоянно. Понимаешь? Да-да-да. Потому что они же все время говорят, типа, что вы находитесь в пузыре, забывая о том, что на самом деле они находятся точно так же, тоже в своем пузыре. Понимаешь? Несмотря дальше вот этого, соответственно, пузыря. И в итоге... Ну, а в одном она права, то что, например, если девушка в Voice Chat приходит какого-нибудь там условного Overwatch или там... То есть, какой-нибудь компетитив игры, сразу начинается вот это вот... Это... Это, знаешь, это было... Раньше такая фраза называлась «Синдром пизды в поле From». Да-да-да-да. Это когда тебе приходит письмо от кого-то в поле From. Не так, не с той позиции. Там смысл в том, что если вы хотите, чтобы вам помогли в любом IT-вопросе, которого вы не понимаете, вы идете на любой форум и создаете женский никнейм, типа, Яночка, и пишите, типа, вы можете, пожалуйста, подсказать, как в поле исключения поставить, как бы вот с ошибкой Kernel Panic, там, сделать вот это, короче, потому что вот я что-то не поняла. Тебе сразу помогут, да. Тебе сразу помогают. Да? Автоматически. А если ты пишешь... А если ты пишешь... В онлайн-играх обратная история, да, в онлайн-играх наоборот. Я могу вам обратный квест сказать, то есть кейс точнее. Вот у меня жена иногда поигрывает в Gran Turismo, вот, и иногда поигрывает в Air Factor, это, короче, типа Gran Turismo. И там есть voice-чаты, где там, типа, координируются, она просто меняет. Побудьте меня в voice-чате, пожалуйста. Типа, чтобы всерьез воспринимали, а то, блядь, как начнут эту хуйню эстраду. Я такой, yes, yes, guys. Totally acceptable. Totally acceptable. Ну, согласитесь, что определенный определенный резон в словах этой женщины... Женщины же, да? Это все еще женщины. Ну, хорошо, ладно. Девушка. Все еще определенный резон все еще в словах есть. Ну, то есть, как бы, в чем она не права. Проблема в другом. Смотри, я просто возвращаюсь, как бы, обматывая... Обратно вернулись, короче. Вот она все это рассказывает и говорит, и, как бы, естественно, цисгендерные хуйземрази начинают волноваться, как бы, бурлить говнами. И говорит, что... А вы в курсе, что работник твича такую хуйню несет? У-у-у-у, щука, понимаешь? И даже Твичу пришлось извиниться, потому что в их сообщении о создании вот этого самого правкома по морали, сообщение о том, что туда вошли стримеры, не было написано таким образом правильно, чтобы было понятно, что это не работники Твича. А что это просто стримеры, сбоку с припёку. Просто привлечённые эксперты. Это мне напоминает историю, как у Нинтендо были эти амбассадоры, помните? О, да-да-да, эту программу замечательная. Всякие разные стримеры, блогеры, ютуберы и так далее и тому подобное, которые должны были топить за Нинтендо и вовсю продвигать их игры и прочее. Они эту программу свернули довольно быстро. Что-то, по-моему, через год они её свернули. Но сама идея, ну, как бы она не срослась, потому что люди воспринимали их как чуть ли не сотрудников компании. Хотя Нинтендо им, по сути-то, и не платило. Ну, то есть это так было, ты знаешь, на добровольное начало. Некоторым цареплатилам. Ну, некоторым, да. Ну, не всем, далеко не всем. Ну, то есть, видимо, с свечом произошла та же самая херня. Ну, тут, понимаешь, как бы, да. Им даже реально пришлось извиниться, объяснить отдельно, что, типа, как бы, я не я и шуба не моя, и девушка не с нами. Вот. И потом девушка начала, как бы, ещё кучу другой хуйни говорить о том, что вы понимаете, что меня неправильно поняли, потому что в вашем ебучем цисгендерном, блядь, пузыре сидят одни white suprematists. И все такие, блядь, просто как бы... Беды с башкой. Ну, то есть, как бы, там, понимаешь, ей бы нужно было бы, на самом деле, по-хорошему бы, немножко, ну, как бы, так, потише, как бы, поаккуратнее сбавить градус накала. А она, знаете, типичная, вот типичная реакция такого рода людей, они не знают, что, как бы, нужно, как бы, реально вот сесть, такой, типа, и так, воп-воп-воп, типа, всё, я в домике. А они идут и говорят, и так начинают ещё больше рашить, и начинается ещё больше пиздец. А потом, как бы, начинается пиздец, ещё больше. Можно я скажу? Я вот забегаю немножко вперёд, я тут посмотрел мультик от создателей Рикки Морти, который называется Solar Opposities, типа, Солнечные Противоположности, или как-то так его на русский перевели. Это, кстати, я в курсе, это экранизация подкаста. Что, серьёзно? Я не знаю. Это сделали люди, которые, там, в том числе, озвучивают люди, которые из подкаста, собственно, это экранизация подкаста. Подожди, озвучивают его тот же человек, который озвучивает... Не только. Ну, короче, Димка, потом, давай, обсудим. Ну, ты что хотел сказать по поводу него? У тебя сзади происходит роняние бутылки. Ты видел, да? Нет. Смотри, а фото... Да! Еееей! Ура! Да! Сука. Бля, вот поэтому надо смотреть видеоверсию, пацаны и девчонки, потому что тут такое иногда происходит. Это было очень классно, да. Спасибо. Спасибо, Боря. Боря был классный, да. Так что за подкаст-то, я не понял. Да это сейчас, как бы, сейчас делаем. Так ты можешь рассказать, как бы, что за... Короче, мультик... Да, давайте я его немножко перенесу. На начало, раз уж у нас сегодня такая свободная дискуссия, которая ушла немножко далеко от наших шоунов. Я бы на твоем месте не стал бы переносить его... Ладно, я просто к чему это говорил. Там есть охуительная серия, где девочка-инопланетянин пытается добиться того, что она, типа, девочка. И что нужно... Ну, то есть, как бы, в современном американском мире, да, то есть, вот такая, типа, пробивная девчонка должна пробиться. Ну, вот. Ей говорят, ты должна разрушить стеклянный потолок. И она пытается разрушить стеклянный потолок, но проблема в том, что она приходит, например, там, типа, в баскетбольную команду и говорит, да, я девчонка, и я хочу, там, играть в баскетбол. Что вы будете делать по этому поводу, парни? Они такие, блин, да мы уже давно хотели, чтобы у нас в команде девчонка бы, там, типа, с нами была. И, короче, ее постоянно обламывают. И у нее не получается вот этот, вот, типа, стеклянный потолок разрушить. Это, блядь, такая квинтэссенция, знаешь, стеба над всей этой культурой, которая просто, ну, как бы, сама себе придумывает проблемы. На ровном месте. И вот, мне кажется, с твичом, это вот как раз экранизация этой истории, только наоборот. В которой история не закончилась хорошо. Знаете, для кого еще история не закончилась хорошо, в контексте всякой цензуры, кстати, я хотел, знаете, что сказать? Ну, единственную штуку, как бы, важную, по поводу того, что, вот мы говорили, по поводу того, что, ну, типа, это очень все дорого. Ладно, ладно, я отложу. Извините, что я перебил, короче. Да-да-да. Для кого история закончилась очень хорошая? Подожди секунду, Макс, тогда уж раз уж, раз уж. Шлакоблокунь, занесла на 100 рублей. Сижу, уныло готовлюсь к экзамену на дистанционке, но помогайте неподдым духом и заскучать. Спасибо вам, Парен, за что вы делаете. Спасибо, Тешлакоблокунь. Твич.тв. Занесла на 100 рублей. Спотифай в России или Старикаст номер 3? Что раньше? Спотифай в России, я думаю, раньше будет. Айвер Роуту занесла нам 100 рублей. Привет, спасибо за ваш труд. Раньше ваш подкаст слушал во время работы, а сейчас, чтобы бороться с тревожностью, всем годного бухла. Спасибо тебе. Не тревожься. Да. Логра 13 занес на 80 рублей. Слушаем вас с девушкой после курсов чешского языка и нереально скрашивать вечер. Вы лучше продолжаете в том же духе. Блин, чешский язык это классно. Чешский язык это что-то из мафии. Слушайте, говоря про всякие цензурные истории и прочее, на неделе обосрался еще не только Твич, но и Гугл, казалось бы, да? В смысле, казалось бы. Мне кажется, это периодическое явление, я бы сказал. Это было с нейтронии, понимаешь? И Гугл тут неожиданно поел говна. Вот ты знаешь, говоря про нахождение проблем на ровном месте, он взял из какого-то хера, удалил из плей-маркета подкаст-терминал, подкаст-аддикт, который, кстати, очень популярен на андроиде. У меня им, например, отец пользуется, чтобы нас слушать. А, это приложение, которое позволяет подкасты слушать, да? Подкаст-приемник. Да, подкаст-приемник, терминал самый обыкновенный. А знаешь почему? Причина просто восхитительная, потому что там есть подкасты, где обсуждают ковид, и поскольку эта платформа third-party, Гугл не может контролировать ее контент. А я не понимаю, а подожди, а как же там YouTube какой-нибудь? На YouTube же тоже обсуждают все эти ролики про... Ну нет, YouTube это платформа Google. То, что пять живышки надо сжигать. Да, то есть вот, и ты знаешь, типа, сейчас восстановили приложение и так далее, но вот вся эта история... Ну то есть, если где-то обсуждают ковид без разрешения Гугла, и Гугл не имеет над этим контроля, то типа все плохо, ужас надо удалять. Но если ты на YouTube скажешь, что жидомасоны и Билл Гейтс лично чипировали твоего кота через 5G, тебе включат монетизацию. То есть, ну, вот серьезно. Логика примерно такая. Мне кажется, это какая-то отписка, скажем так, знаешь, типа автоматическая, ну то есть, которую прислали автору этого подкаста Adicta. Мне кажется, что, ну, разберутся в этой истории, потому что, ну, это какая-то слишком глупая, что... Да уже восстановили, посмотрели, восстановили, восстановили. А, восстановили, да? Да, восстановили, да? Восстановили после того, как типа поднялся шотшторм, естественно, как бы, и начали говорить, да, да, блядь, гугл, ты чё, охуел, что ли? И, естественно, они такие сразу... Что, 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 что тут такое, да, восстановим сейчас, прошу. Ну, вообще, конечно, блядь, ну это пиздец. Ну, прям, это очень плохо, как бы, так реально нельзя делать. И вопрос в том, что, знаете, я понимаю, ладно, если бы это было бы, как бы, что-то действительно такое там, типа, серьезное, да? Вопрос. Восстановили. А те подкасты, про которых ковид был, они восстановлены в подкаст Adicta или нет? Мне кажется, даже никто не знает, на самом деле, какой вообще, какой именно подкаст там, как бы, вообще, типа, ну, проблему создавал. Я уверен, что там реально никто этого не знает. Слушайте, ну, короче, подкаст Adicta восстановили, но Google в очередной раз поел говна. А давайте расскажем, кто не поел говна. Я тут, знаете, помните, я в ноябре ездил в Португалию на веб-саммит, довольно известное мероприятие в мире по поводу различных веб-сервисов. Блин, ты помнишь, как в ноябре можно было ездить в другие страны? А раньше можно было даже поехать в другую страну? Да. Странный, блин, это не просто. Это не просто. Там происходит охота на бутылку. Сейчас будут все абсолютно эти шутки, что россияне уже готовят своих котов к бутылкам. Вы понимаете, что у кота вот знаете, ты покупаешь мышки, мячики и прочее, но самая крутая игрушка это двухлитрушка Бон Аква. Ты такой, что, почему? Ну, блядь, да, вот, посмотрите. Понимаете, чувак реально занимается тем, что играет, блядь, бутылкой, потому что она ему очень нравится. Сука, ты можешь, пожалуйста, потише играть? Боря! Да пусть играется, чего ты? Да дай ему играться. Он что-то типа, что? Что? Да. Он что-то смотрел из серии. Боря бесоебит с бутылкой, десять часов смотреть бесплатно, да. Ладно, короче, пацаны, я когда был на веб-саммите, я попал на конференцию представителей сервиса под названием GIF-и, вот, чтобы вы понимали, что такое сервис GIF-и. Это довольно популярный сервис, который, в общем-то, занимается тем, что размещает у себя GIF-ки. Я могу сказать, что я иногда для нашего... Да не слышно, нихера на Тимур, забей. Серьезно, не слышно, забей. Я могу сказать, что для нашего подкаста иногда, когда надо анонс какой-нибудь сделать, стримы или прочего, я именно там ищу GIF-ки смешные. Смотри, GIF-и на самом деле пользуются огромное количество народу, потому что они их туда просто размещают. И самое главное, что эти GIF-и, они часто размечены тегами, и поэтому по ним довольно легкий пояс. В чем прикол? Дело в том, что GIF-и зарабатывает деньги и в целом вообще развивается не за счет того, что это, знаете, грубо говоря, то есть представление какого-нибудь обычного там пекаря, это, знаете, где-то есть сервис, куда-то можешь залить гифку, вот оно там есть, я могу тут скачать. На самом деле GIF-и это другое. GIF-и это сервис, который позволяет эти самые гифки, размеченные по тегам, отдавать в различные сервисы. В смысле? Я всегда думал, что это просто сборник гифок, нет? Да, блядь. Да спокойся ты, господи. Короче, и это не просто сборник гифок, это сборник размеченных гифок, которые размечены тегами, пониманием того, из какого фильма, из какого сериала и так далее, и так далее, и так далее. И эти гифки используются в различных сервисах. В твиттере, в инстаграме, в фейсбуке, в фейсбуке мессенджере, в снапчате, везде-везде-везде-везде-везде, вообще везде. И, соответственно, ты можешь, по сути, в большинстве этих сервисов наклеивать эти гифки в виде слоев. Слушай, а вот интересно, вот когда в Телеграме ты ищешь гифку, знаешь, такой гиф-бот, который встроен онлайн, тоже оттуда берешь? Он тоже, по-моему, через гиф ищет, или через другую компанию. Есть еще сервис, называется Тенор, похожий, который тоже, как бы, примерно так же работает. И смысл в том, что гиф реально зарабатывает довольно большое количество денег на всем этом. И когда они рассказывали, они там говорили, что интеграция там, типа, с Фейсбуком, Твиттером, Хуиттером, вообще всем-всем-всем приносит там какое-то просто гипер-астрономическое количество просмотров. И они, соответственно, берут деньги за то, чтобы те, ну, имели доступ ко всем этим гифкам. И они сотрудничают с различными сервисами, с различными клиентами, которые, например, там, кинокомпании, всякие игровые компании помещают туда брендированные свои гифки, а они их продвигают. Ну, то есть, типа, как реэкшн гифки, например, ты набираешь какой-нибудь Sadness, да, там, типа, или какой-нибудь там, Клэп, да, а тебе показывается первым делом гифка из какого-нибудь фильма, где хлопает какой-нибудь чувак и стоит поверх, там, типа, вотермарк этого фильма. Вот. И человек такой, о, бля, оказывается, есть такой фильм, там, прикольный персонаж, пойду посмотрю его. Ну, типа того. Вот. И в итоге сервис гифи был куплен в фейсбук за 400 миллионов долларов. Это 0,4 инстаграма. Это 4 журога. Это 4 журога. Чтобы вы понимали, это на самом деле сумма. Давайте, правда, в журоганых мере, так будет классно. Это вообще офигенно получится. Короче, чтобы вы понимали, это на самом деле действительно не очень большая сумма денег по нынешним меркам. Вот. То есть, можно сказать так, что сервис классный, но стоит не очень дорого. Мне кажется, он не приносит никакого дохода. Ну, то есть, откуда там доход? Он приносит большое количество вовлечений, потому что гифками пользуется большое количество народа, например, чтобы в инстаграме, в директе, общаясь, писать различные реакции. Ну, то есть, тебе там, типа, присылают дикпик, а ты присылаешь гифку, где там какой-нибудь чувак такой, типа, показывает. И, типа, вроде как смешнее отвечаешь человеку. Понимаешь? Поэтому я считаю, что это довольно классная штука. и в плане engagement она очень хорошо повышает вот вовлечение в сервис, во всякие мессенджеры, как бы в инстаграм-сторис там и так далее, и так далее, и так далее. И я просто к чему все это еще хотел привести, что мне этот друг подсказал, когда я в очередной раз удивлялся тому, что всяким говносервисом выделяют большое количество инвестиций, и они тут же их продувают. И у них там, типа, совершенно не... Бля, я не знаю, как это сказать, неустойчивая модель бизнеса. То есть, грубо говоря, есть сервисы, которые там, типа, палят по 10 миллионов долларов в месяц, заработают 50 тысяч долларов в месяц, как бы, и все такие, типа, ну, скоро, скоро взлетет. Ну, совсем скоро. Ну, вот, надо подождать чуть-чуть, ну, вот, еще чуть-чуть и взлетят, короче, вот. И смысл в том, что такие сервисы часто не взлетают, и часто, как бы, уходят в глубокий убыток, а потом какой-нибудь условный софтбанк, которого там просто многомиллиардный, там, 100 миллиардов долларов. Да-да-да, 100 миллиардов долларов, как бы, у них там какой-нибудь фонд, и они берут, списывают, там, типа, 15 миллиардов долларов вперед. Как бы, и ты такой сидишь и охуеваешь. Я тут услышал про историю, что есть такой сервис, который называется Clubhouse. Что такое Clubhouse? Это сервис, в котором, по сути, можно устраивать, типа, подкасты, ну, типа, лайфстримы для аудитории, но закрытые лайфстримы. И, типа, по сути, это что-то, типа, такого, типа, YouTube-стрима, но закрытого, куда, типа, ты запускаешь определенное количество людей, только тех, которых ты можешь запустить, ты хочешь туда запустить. Сервис приватных трансляций. Да, типа, так и сервис приватных трансляций. что нечто подобное было же у твича, разве нет? А я не помню, если честно, не знаю. Короче, чтобы ты понимал, этот самый замечательный сервис, его даже до сих пор еще нет в App Store. Они существуют только в бете. У них 5000 юзеров. Еще полгода назад у них вообще, блядь, не было даже этих 5000 юзеров. Чтобы туда попасть, ты должен записать в Google форму, заполнить, я тебя туда приглашаю. Я сейчас подходящую гифку, пожалуй, открою, вот такую. Так. И, короче, чтобы ты понимал, этот сервис уже сейчас привлек 10 миллионов инвестиций с общей оценкой в 100 миллионов долларов. Господи. У людей лишние деньги объясняют. Дим, мы чем-то не тем в жизни занимаемся. Я тоже не понимаю, как ты хуня занимаешься. И, чтобы ты понимал, в него вложили деньги один из самых уважаемых вообще винчурных фондов в США и в мире. Это Андерсон Хоровиц. Это очень-очень-очень уважаемый фонд, который вкладывал в огромное количество компаний, которые ты сейчас знаешь, пользуешься или слышал про них, вкладывались Андерсон Хоровиц. И все сидят и такие, типа, что? Ну, потому что это реально какая-то херня полная. Все пишут, что что-то странное. Но при этом также пишут, что на самом деле вы знаете, в этом клабхаусе как раз сидят все эти самые чуваки вот из венчурных фондов и так далее. И все туда хотят попасть, чтобы послушать, о чем они там пиздят, типа, и так далее. И ты такой понимаешь, что это, типа, такая элитная херня, в которой, типа, люди будут приходить туда и, типа, послушать, о чем разговаривают все вот эти крутые, типа, чуваки. Вот. При этом пишут о том, что, оказывается, Андерсон Хоровиц еще выиграли гонку за инвестиции в сервис. Потому что были и другие компании, которые готовы были оценить компанию в 200 миллионов долларов. Сука. И ты сидишь такой, что? Почему? Понимаешь, 5000 человек. Короче, Тимур, новая идея. Сервис, знакомство для котов только по инвайтам. Присылаешь фотографию лапы, фотографию усов и, главное, носа. После чего наша команда тебя верифицирует, пробивает твою историю. После небольшого взноса, паушального взноса в 5000 долларов тебя пускают и ты можешь слушать няуканье всех котов в этом сервисе. И смотреть на это заебство. Пацаны, нет, я тебе описываю стартап на миллиард сейчас. Почему ты меня не слушаешь? Короче, пацаны, заметьте, что если вы вдруг через год вас будет везде просто на каждом углу про Клабхаус рассказывать о том, что ой, я попал в Клабхаус, я смог попасть в комнату, где Бейонсе с Джей-Зи рассказывали про свою семью и я заплатил целых 50 долларов за то, чтобы это послушать, это эксклюзивно. Знаете, что вы первый раз про Клабхаус услышали в завтра касте? А потом такую, да, я попал в Клабхаус, а потом выходит санитар, снимает, там написано Ну, короче, в общем, имеете в виду, что реально про Клабхаус вы услышали первый раз в России, в завтра касте. Короче, пацаны, тут еще одна интересная вещь случилась, я бы даже сказал, что охуеть какая интересная вещь. Как вы знаете, мы все живем немножко в наших пузырях и ну, как вы наверняка представляете, как бы, несмотря на то, что многие у нас люди часто говорят о том, что типа там вот там Россия, у нас тут очень важные события происходили, весь мир следит за нами, всем мирно нас поебать. Потому что у мира есть свои проблемы в своих собственных странах. и там, типа, какая-нибудь там блогерша в России что-то там сказала, и там типа все единым фронтом против нее ополчились, все говорят, вот пиздец, позоришь на весь мир, да всем поебать во всем мире. Я надеюсь, ты про Викторию Викторию Панюм. Не, ну, это прям совсем пиздец. Примерно похожая история. нести чушь в своем инстаграме. Недавно видел статью, что после вот этого шеминга, который в интернете против нее появился, скажем так, ее это ничему не научило абсолютно. Бля, чувак, шеминг Никиты Михалкова его тоже ничему не научил. У него уже который раз снимают передачу с федерального телевидения, потому что, блядь, даже уже на федеральном телевидении уже считают, что ты, сука, вообще охуел. Да. Ничему не научил человек. И заметь, самый главный интересный момент, человек, который максимально поддерживает российскую власть, максимально оппонирует оппозицию, говорит, это же цензура. Ага. Ага. И ты такой просто, братан, братан, туда ли ты зашел. Ну ладно, ну короче, всем было поебать. Проблемы в стране, ну. Проблемы, знаете, всем было поебать, на самом деле, на что происходит, что происходит в России. И, вы знаете, в каждой стране, если вы аккуратно, одной ногой, или там, хотя бы одним глазком открываете там, типа, твиттер, еще где-нибудь, и начинаете смотреть, что происходит в других странах, у каждой страны тоже бывают свои какие-то проблемы. Я, кстати, могу посоветовать вам, просто заходите на Reddit, есть такой подред, называется World News, и там реально новости, блядь, со всего, сука, мира. Ну, то есть, вот, не только американские, не только там, типа, локальные, а вот реально со всего мира. Где что происходит? Иногда, иногда очень интересно, знаешь, там, типа. Не, ну, если вы будете реально интересоваться всем тем, что происходит в действительности в мире, вы, например, знаете, кучу всего, начиная от того, как, в общем-то, мы, судить, но якобы российские власти, например, влезают в выборы, там, в Сербии, какой-нибудь там, да, или там, как, например, какая-нибудь дичь происходит в Аргентине, или там, какая-нибудь вообще невъебенная дичь происходит там где-нибудь в Новой Зеландии, да, вы вот можете узнать об этом. Так вот, мы хотели к вам вернуться. Я просто, вот пока ты не начал про TikTok, Новая Зеландия, чтобы вы понимали, масштаб глобальный, есть целый отдельный Tumblr-аккаунт, я не знаю, куда он сейчас переехал, он собирает карты мира, напечатанные или вывешенные в форме каких-то там штук, ну, типа, знаешь, этих речефов, да, где нет Новой Зеландии. В смысле? Ну, то есть сделали карту мира, а Новую Зеландию забыли сделать. Специально или случайно? Нет, просто забыли, потому что нахуй она никому не нужна от Новой Зеландии. Австралия есть, и все, и пошел ты на черт. Ну, короче, пацаны, в общем, в чем прикол, что, очередная подобная дичь произошла в Индии. Так. В Индии поднялась массированная компания общественная против ТикТока. Если честно, я бы, конечно, я бы за то, чтобы в России такое тоже произошло. это забавно, это забавно, тут у нас ссылка на Change.org, и там сегодня Прошахасак саммитий рассчитывает на вас. Надо читать, знаешь, там типа сегодня Прошахасак саммитий рассчитывает на вас. Ну, ждать с вашей помощи с петицией бантик ток в Индии. Прошахасак саммитий 76 тысяч с 30 участников. Например, напомню вам, что в некоторых штатах Индии в определенный момент запретили, тупо забанили УБГ мобильный, потому что школьники в него играли на уроках типа и не занимались, не готовились к экзаменам. И они реально вынудили Apple и Google выпиздить УБГ мобайл из индийских апсторов. Потому что школьники в него играли. Почему это не решается, почему это всегда решается через какие-то компании? Почему это не решается условно воспитанием или битьем ремнем по жопе условно? Блин, чувак, ты же понимаешь, что виноват кто угодно, кроме родителей, кроме школы, кроме самих школьников. Кто-то другой виноват. Виноват разработчики по БГ. Это, как в меме с волком. А виноватый виноватый. Короче, я просто к тому, что вообще там очень сильно следят за моральным обликом нации. Естественно, все это делается публично. Тикток-то им чем не угодил? Что с тиктоком? Я с дальней стороны покажу. И периодически это начинает в очень странные вещи превращаться. Например, в Индии это нужно делать. Почему? Потому что напомню вам, что количество изнасилований в Индии просто астрономически огромное. Количество убийств из-за того, что кто-то в чате в WhatsApp написал, что вот этот чувак насильник? Огромное просто было. Поэтому я напомню вам, что из-за ковида, из-за вот этой всей хуйни... Сначала в Индии же это сделали. В Индии из-за вот этих самых хуйней, которые происходили с WhatsApp-чатами, когда просто люди леничевали из-за того, что кто-то что-то написал в WhatsApp-чате. Из-за этого в Индии в первую очередь WhatsApp запретил пересылать сообщения в чатах. И сначала это сделали не более пяти раз пересылать одно сообщение можно было. А потом вообще сделали не более одного раза. То есть вообще пересылать сообщение. Тут нам, кстати, замбар за 100 рублей индусы недавно обвалили рейтинг ТикТока. Почему они не обвалили рейтинг Инстаграма из-за того, что они получают бобс инфекан? Непонятно. Ну, смотрите, я как бы сейчас расскажу про это аккуратно. Так вот, соответственно, ну, то есть, вы понимаете, а потом WhatsApp эту тему обкатал во всем мире из-за ковида, потому что они поняли, что не только в Индии, а во всем мире немножко живут люди сиди, я сам открою. Да, и как бы они решили ограничить везде. И прикол в том, что в Индии большое количество людей подвержено влиянию кого угодно. Чего угодно вообще. И поэтому там происходит изнасилование, всякая поебень, происходит там типа преступление, из-за того, что люди очень доверчивые. И в итоге, чтобы вы понимали, в ТикТоке периодически приходят люди и начинают всякую дичь затирать. И там миллионные просмотры. И люди реально тоже как с 5G-вышками в России придут там кого-нибудь убивать, насиловать и прочее. И в этот раз попала какая история. Дело в том, что там есть очень популярный ТикТокер, он же блогер, ютубер и так далее. Не важно. Этот чувак сделал видос типа такой песенки, где он там что-то поет типа про девушку, как она тебя любит, но ты типа мне изменил и вот это все. Ну типа примерно больный перевод. И плещет типа ей стаканом в лицо и тут же показано типа как бы девушка, ей прилетает типа в лицо и у нее типа размазывается лицо как бы и это было очень похоже на довольно популярный способ мести в Индии, когда чуваки идут и тупо кислотой плещут в лицо женщинам. Это популярный способ мести в Индии типа женщине. Какая пятая экономика мира? Шестая? Ну нет, я не уверен. Мак, посмотри пожалуйста данную, потому что возможно... Ну я просто это все слушаю и такой понимаю. А, да, это то самое место, где находится большинство аутсорс-офисов западных эти компании. Ну, Лео, Макс, я тебе могу сказать, что Китай тоже весь все такое продвинутый, там тоже куча куеты. Тоже куча куеты в Китае происходит. Короче, а в России еще больше. Я тебе напоминаю, что та самая блогерша, которая басралась по поводу истории с женским насилием, которая кучу раз извинилась, в итоге отдала свою статуэтку женщину года женщине, которой муж отрубил руки, блядь. В смысле, что она, блядь, понимаешь, что она держала ее гордостью. Вы видели историю про некого Пузнякова? Так это она... Ой, блядь, чувак, это отдельно. Короче, подожди-ка, я сейчас... Я просто к тому, что ебанат есть вести. Да, поэтому как бы с тиктоком в чем прикол, что естественно появилось огромное количество людей, там просто, ну то есть очень много людей, которые начали говорить, мало того, что во-первых, забанить этого чувака, во-вторых, типа прилегите его к ответственности, и вот это все. Но он по-настоящему кислоты в лицо, я не понял, или просто специфик? Естественно, нет, потому что там в чем прикол, что типа он плеснул девушке, который как бы его коллаборатор, она тоже известная тиктокерша, и это типа девушка, которая делает мейкап, ну то есть типа визажист. А, значит она сделала мейкап как будто у нее как будто ли лицо упал. Ну типа она сделала визаж, который даже на самом деле не похож на то, что типа это там кислотой плеснули, там какие-то красно-синие там типа разводы, ну а бомбиты чего из чего? И нету. И этот чувак, естественно, начал тут же извиняться, говорит, бля, там вот вы на самом деле вырезали все это из контекста, в реальности там типа на видео я вообще пью эту типа воду, вы же понимаете, что типа если человек пьет из стакана, а потом им плещет, то у нее тоже не может быть кислотой, ну как бы вы это все неправильно поняли, но всех уже было не остановить. Вот. И тиктоку начали, то есть на него обратили внимание общество, и начала как бы соответственно топить за то, что типа бля, а вы видели вообще все эти тиктоки? А там же вообще проститутки-ракоманы? Там же полный пиздец. И короче, это очень плохо влияет на нашу нацию. Давайте нахуй забаним этот ссаный тикток, короче. И пошла петиция типа компании у политиков везде, давайте забаним тикток. Короче, обрушили рейтинг тиктока за всего пару-тройку дней там типа на несколько баллов. А вы понимаете, какое количество проголосовавших там было изначально у тиктока? Это, блин, одна из самых крупных социальных сетей сейчас. То есть они обрушили на несколько баллов в App Store, там типа в Play Store рейтинг тиктока. И начали все его массово репортить, как бы и там говорят, что чуть ли не там его могут удалить, как бы вообще. Потому что там полный пиздец. И опять же, государство может потенциально надавить на платформы держателей, чтобы те удалили тикток в итоге из региональных вот индийских Play Store и App Store. И я просто к тому, что вот эта вся история проходит где-то там, и как бы вы про нее, скорее всего, не слышали. А она как бы там имеет, ну там, там многомиллионное там вообще волнение, то есть там типа сотни миллионов людей на это обращают внимание. Просто это не в России. Слушай, а я вот смотрю, здесь очень знакомую строчку увидел в этой петиции, которая написана. We have seen how онлайн-гейм like Blue Whale were misused by Underworld and many children and youth had become prey to these criminals. Blue Whale. Синий Кит! Синий Кит, блядь! Сука! Я думал, я эту хуйню не услышу уже, я не знаю сколько. Она все еще популярная. но Синий Кит это популярная игра во всем мире и, к сожалению, группа самоубийств, где тупо Трололо разводит типа детей на самоубийство, это действительно правда. Она есть и в Японии, и в Латинской Америке. Я не спорю, я просто к тому, что мне казалось, что это как-то, блядь, было в 2014 году. Знаешь, что парадоксально? Парадоксально тот факт, что ты в своем мозгу довык думать, что если ты запустишь вынуть из соцсеть сориентированную на танцы и песни, это будет что-то глупо. Какой ты стереотип и все-таки лакса. Что-то вот такое, что-то такое правильное. И оказалось, как оказалось, потому что индусы танцуют и поют и говорят со смешным акцентом, русские пьют водку и катаются на медведях, а глупость, глупость, абсолютно универсальна, интернациональна и не имеет перевода. Вот серьезно. Слушайте, ну эта история не помешала ТикТоку стать, по-моему, на этой неделе это произошло. с ТикТоком еще произошли новости, причем позитивные, в отличие от всей этой индийской истории. Во-первых, в ByteDance, это компания, которая владеет ТикТоком и еще кучей всякого говна в Китае, перешел на секундочку чувак, который поднимал стриминг Дисней, запускал Дисней Плюс. Удачно запустил Дисней Плюс? Да, отлично, как там, да, Мандалорец, второй сезон, когда выходит, Кевин Майер, а что там, подожди, помните, сериалы Марвел были такие, да? Мандаштоп? 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 Шурика. Я просто напомню, потому что Дисней Плюс еще вышло несколько детских фильмов, куча Марвел и классики, они пафосно анонсировали, что выложили архив Маппетов в Дисней Плюс. Понял? Съел, вообще ничего не вышло. Съел, вообще ничего не вышло. Я уж не говорю про тот факт, что он не запущен в до пизды в каком количестве стран, и шаг, с одной стороны, они привлекли ByteDance очень крутого чувака, и привлекли, я думаю, его не за опыт запуска стриминга, а из-за связей, потому что я представляю, какие у него связи в Голливуде, это на самом деле скорее всего поможет с ростом США, а во-вторых, это подчеркивает, что со стримингом у Дисней похожи реально проблемы, насколько на Netflix не получилось. Ну, господи, не поменяли всего лишь топ-менеджера, что не так-то? Всего лишь чувака, который покупал 20-й век Fox, запускал в Disney и плюс, запускал ESPN, запускал Hulu, ну, ты знаешь, это такой чел, то есть он, конечно, не как бы байгер, не медийный, но он очень много чего в Disney сделал за последние годы. Вообще, Hulu FX, кстати, выпустил в запасное время огромное количество очень понравилось. Devs твой любимый, как бы, оттуда же. Кстати, по поводу ТикТока, я хотел сказать еще последний момент, я немножко такой вернулся назад, что если вы думаете, что истории по поводу того, что типа моральный облик нации очень хуёвый там в ТикТоке есть только в Индии, я прям вас, я прям предрекаю, что один в один будет история в России, просто до наших депутатов еще не дошло, потому что если вы посмотрите... нету какого-то резонансного события, нету какого-то депутата, который доебется, скажем так. Какое количество ТикТоков с многомиллионными охватами выходит в России от детей, которым даже нет 18 лет, про наркотики, то про гомосексуальность, про ЛГБТ. Сейчас мы с вами Шугой от Дэти едем переписывать на меня, вот, да. Да, вот типа того, если вы увидите, какое количество там с многомиллионными охватами выходит такого рода ТикТоков, это вы, возможно, видели, вы посмеялись, там, в каком-то канале Данкист Мемс, но вы при этом пусть депутат государственной думы. Мэдисон, разберемся, блядь, в этом вопросе. это вы, они ему идею, блядь. Они разберутся, просто не сейчас, но разберутся. Просто выяснится, что этот Шугадеддис с ТикТоков был депутат. Так, все, оставлю себе ТикТоков, пацаны. Скорее всего, так и будет. Это все. Ставлю себе ТикТок. Компания растет просто со страшной силой, потому что на неделе она обогнала по своей капитализации IBM. И IBM стоит на секундочку 100 миллиардов долларов. От сколько в Джороганах? 100 миллиардов долларов? Блин, подожди, подожди, это тяжело, тяжело. Это 100 тысяч. Это мы... То есть, что они, это 1000, 1000 Джороганах. 1000 Джороганах? Да, ну, где, не ты, подожди. Ладно, тысячами с математикой не важно. 100 миллионов, 100 миллиардов, 1000. Короче, история вся в том, что сейчас, по информации Bloomberg, Buy Dems на сделках с инвесторами оценивается в 140 миллиардов баксов. И эта частная компания, она не торгуется на бирже. То есть, для частной компании это просто безумная цифра. Buy Dems до этого-то был самой дорогой компанией частной в мире. Если она не торгуется на бирже, у нее же нет таких активов. Как она может оцениваться? Потому что это внутренние оценки при привлечении инвесторов, когда инвестор оценивает компанию, чтобы вложить в нее деньги. Он примерно пишет, сколько она может стоить. Хотите, я вам расскажу, как это примерно оценивается. Когда это оценивается на небольших компаниях, средних, так скажем, руки, то берутся оценки примерно в 3-4 годовых выручки. Выручки, 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 в смысле не прибыли, а именно выручки. Можно я спрошу, на чем тихток зарабатывает деньги? Там есть реклама или что там вообще? Объясню он. Смотри, мало того, что там есть реклама, бренды могут продвигать, соответственно, свои тиктоки, брендовые тиктоки. И в отличие от Инстаграма и всех остальных компаний, ByteDance делает то, чего не делает ни одна другая социальная сеть. Она контролирует все рекламные размещения всех тиктокеров у себя. Она это делает не напрямую. Через шедоубаном? Они нанимают агентства в каждой стране. В некоторых странах есть 1, 2, 3, 4 агентства. И эти агентства филируют, по сути. И если ты хочешь запустить рекламу, если ты даже простой тиктокер, у тебя купил рекламу какой-нибудь завтракаст и говорит тиктокеру, можешь танцевать и сказать слово завтракаст. Если у тебя будет довольно большое количество просмотров и прослушиваний, тебя вдруг администрация найдет, тебя или аккуратно забанят вообще нахуй или за шедоубанит твой твит, ой, смысле, это твой тикток или как бы тебе пришли, то, что типа вы не соответствует нашим гайдлайнам, ты говоришь, бля, что такое, типа я, блядь, просто танцевал. Ну, подумаешь, бренд назвал, типа, мое дело, хочу называю, мне нравится завтракат. Ты говоришь, нахуй посол. Ты же, да? Тикток абсолютно просто по-варварски, зверски просто тебя банят и говорит, пошел нахуй. Ты говоришь, блядь, да вы не имеете права. Говорят, нахуй, пошел отсюда, блядь, короче. Вот так вот тебе говорят. И, соответственно, потом тебе приходят и говорят, а вы знаете, вообще-то тут вот есть агентство, если ты хочешь вот так вот нахуй ходить еще, то можешь прийти к нашему агентству и тебе объяснят, как ходить нахуй, чтобы не уходить с тиктока. Так. Ладно, короче. И суть в том, что ты приходишь к агентству или ты попадаешь в его пул или если у тебя есть, соответственно, свои собственные рекламодатели, ты должен их прогнать через агентство. Или подписать договор с агентством, типа ты попадаешь в пул и попадаешь в кабалу. И у тебя там берут и подают тебе клиентов, если ты их не размещаешь, например, тебя вообще просто выпизживают из агентства. И ты должен, типа, танцевать, там, типа, под песенку от крема, от геморроя, там, и так далее, и так далее. Продвигать музыкальные треки артистов, ну и прочее, прочее, прочее. И, соответственно, TikTok получается, ByteDance получается всего с этого процент. Такого механизма монетизации не использует вообще ни одна социальная сеть в мире. Вот. Я могу сказать, что в России есть похожая схема монетизации и в некоторых других странах. У Twitter, но она, она совсем другого толка, потому что если вы хотите разместить рекламу в Twitter, в России, то напрямую воспользоваться инструментом Twitter, типа, ads.twitter.com вы не можете, потому что вы не сможете размещать и таргетировать рекламу на Россию. Никак. Просто никак. Так. Потому что вам просто скажут, типа, нельзя. И все. И единственный способ это прийти в агентство, единственное агентство в России, которое аффилировано Twitter, которое заводит тебе специальный, типа, способ, ну, как это называется, способ оплаты, который ты через них заносишь деньги, платишь НДС, эти деньги попадают в твой счет в Twitter, соответственно, и они попадают в отдельный способ оплаты, который вот агентский. И ты через него, соответственно, размещаешь рекламу в Twitter. Это единственная возможность. Какие сложные схемы, пиздец. Что у TikTok, что у Twitter. Ну, у Twitter это завязано на то, что, типа, якобы, некая там политическая история есть. Плюс они не имеют юрлица в России, насколько я понимаю. Так проще соблюдать условия для местных рынков, банально, не связываться со всякими местными припизнутыми законами в экономике. Это не твоя головная боль, а головная боль твоего условного партнера. Это очень популярно у компаний, которые, я просто от себя скажу, которые продают всякое профессиональное оборудование в России. Есть условная там компания, я не знаю, продающая видеомикшер, тайваньская, дата-видео. она работает исключительно через партнеров. То есть, и как бы, они как бы есть на российском рынке, но если тебе нужно, например, тебе нужно руководство пользователя, потому что оно не всегда лежит в коробке, ты можешь им написать, но они тебе скажут, у вас есть локальный партнер, он называется вот так-то, к нему идите. Ну, типа того, да. Да, это разгрузка. Короче, смысл в том, что в итоге у ТикТок действительно зарабатывает большое количество денег, у них там, говорят, выручка довольно большая, но я не уверен, что при таких размерах компаний можно оценивать по вот этим, знаете, более-менее стандартным для рынка критериям типа там 2-3-4 выручки, потому что, в принципе, я не уверен, что их там выручка, например, может составлять 30 миллиардов долларов. Мне кажется, что это не очень реалистично. Я думаю, что для них используют другие критерии, но я просто, если честно, я поскольку не разбираюсь, я не уверен, что у них есть, например, публичная какая-то отчетность, поскольку они не являются соответственно публичной анационерной компанией, то у них в общем-то нет отчетности скорее всего, поэтому мы можем только гадать, какое количество выручки у них есть. Ну и в итоге окажется, что эти сколько там ты сказал, 100 миллиардов, 140 миллиардов, это все влияет просто липовый пузырь и все это сдохнет. какой-то чистый тренинг. Ну и в той самой компании за 100 миллионов долларов, о которой мы сегодня говорили, Clubhouse, у которой 5000 пользователей и никакой выручки вообще. Что выяснили, что TikTok накручивается в виде просмотра по 150 раз. Я напомню вам, что Facebook накручивал просмотры на видео и накручивая просмотры на видео разорил огромное количество издательств, потому что люди думали, блядь, нихуя себе, такое количество просмотров у нас в Facebook, это же круче, чем на YouTube. Вы видели, мы просто какую-то херню разместили и получили миллион просмотров. И все такие, давайте развивать короче видеонаправление. Вложили просто огромные деньги в развитие целых видеоотделов, закупили оборудование. Я напоминаю, что Facebook за это ничего не было. Да-да-да. Огромное количество издательств разорились, потому что они выпиздили текст людей, которые писали статьи, которые писали текстовый контент, все, что базировалось на SEO, и они переместили всю свою модель публикации на Facebook, чтобы, соответственно, типа монетизировать вот эти видосы, которые собирали у маленьких издательств по 1, 2, 3, 5, 15 миллионов просмотров. Они такие просто все, ну теперь это попрет, а потом выяснилось, что Facebook там в 3-10 раз накручивал, соответственно, эти просмотры, и у издательств внезапно трафик не шел, реклама не конвертировалась, и они такие, а что такое Facebook? И все такие, в фейсбуке говорят, ну у вас, наверное, контент неенгейджащий. Такие, да мы же классно все делаем, у нас тут 15 человек, ебашек контент, там 10 роликов в день. Контент неенгейджащий. Сука. И отлично. Тем временем, Камилочка занесла вам 79 рублей, Тимур, почему ты, кота, назвал не Димой или Максимом Бори? Не хотелось в сраты имя, какой-нибудь. В сраты имя, все кого зовут Борис, пожалуйста, не обижайте, просто я считаю, что как бы, когда кота зовут по-человечески, то это реально вот в сраты имя получается. Ну смешно, как ко всем Борисам отношусь хорошо. Двухлитрушечка Банакова занесла 237 рублей, Тимур, спаси! Слушай, ну кот на бесаёбил, пошел спать, поэтому все нормально. Двухлитрушечка Банакова там где-то прячется от него, сейчас не сапудуло. Гриша Макайев занесла 100 рублей, пацаны, люблю вас, привет, из Ухани. Нифига. Привет тебе, Гриша. Хорошо, что жив, спасибо, что жив. Олег, Олег занесла 100 рублей, Тимур целенаправленно воспитывает из своего кота-собаку. Сайзер, ясно 400 рублей, здорово, мужики, спасибо за подкаст, скрашивайте мне вахту у трапа в мой гаданде. Обожаю голос капса у Димки. Спасибо тебе, брата. Да, в общем, пацаны, короче, байданс, в общем-то, стал самым крутым, и у них, как бы, все еще очень хорошо, несмотря на то, что индусы обвалили рейтинг, 1,3 что ли, короче, ну, в общем, посмотрим, как у них будут развиваться дела в Индии, но пока дела у них идут хорошо. Кому еще дела идут хорошо? Да, идут хорошо, и мы тут говорили много про стриминг в Disney+, в контексте байданса, но вообще сейчас начинают включаться на рынок игроки, которые способны снять что-то как в Мандалворце. Один из таких игроков это компания Warner Bros. Time Warner, которая владеет в том числе HBO, на HBO это кузнеца в общем-то премиальных сериалов. И сейчас они готовят к запуску кинотеатра HBO Max, и неожиданно, абсолютно, ну вот серьезно, из ниоткуда пришла новость, в среде кино, особенно комиксов экранизаций, был давно уже на уровне мема, что-то, то, что знак Снайдер имеет свою режиссерскую версию Лигу Справедливости, Снайдер Касс, так называемый, и она должна где-то когда-то появиться. Так вот, она все-таки появится, и появится она на HBO Max, выйдет она в 2021 году, и проект гораздо масштабнее, чем все думали, то есть все думали, что там просто нарежут какие-то сцены и выкинут народ этот фильм. А вот ни хрена, во-первых, Снайдеру дали 30 миллионов долларов дополнительного бюджета, чтобы он закончил спецэффекты, закончил озвучку, закончил микс, сделал монтаж и финальную полировку своей версии фильма. Можно вопрос? А вот эта история со Снайдер Каттом, она вообще, из-за чего вообще в принципе получилось? Потому что Снайдер делал фильм, потом у него дочка совершила свой ствол, ушел из проекта, и Ворнеры тупо наняли Джосса Виттона, чтобы он с пихуячками переснял все кино и перекроил его, сделал его менее мрачным, получилось, как мы помним, полное атомное говно вообще, несмотребельное. Снайдер начал после того, как он год практически не выходил по связи, ну по понятным в общем-то причинам, он начал потихоньку раскручивать тему, что у него есть свое вид. Если кому непонятно, то у Снайдера ребенок покончил жизнь с моим убийством. Да, я это уже говорил, да. И он начал муссировать тему через свои соцсети, что есть его версия фильма, что с этой версией фильма согласны все актеры, которые там снимались, и актеры начали его в этом поддерживать, вводя того, что во время одного из комик-конов, который проходил в США, кто-то купил на самолете надпись, ну то есть самолет пролетает с надписью, да, релиз Снайдер Кат, типа, выпустите версию Снайдера. Теперь теперь смотри, на эту версию выделили 30 миллионов, она будет идти 4 часа, и скорее всего ее разрежут на мини-сериал, то есть это будет не кино в классическом понимании. А прикинь, если вот он выйдет, и будет такое же говно атомное. Нет, а ты знаешь, тут два варианта, тут либо это будет такое же говно, хотя, мне кажется, режиссерка Бэтмена против Супермена была гораздо лучше в театралке, была вполне хорошая фильмов. Но она не изменила, она, скажем так, она лучше, конечно, стала, да, и некоторые моменты, которые были в фильме достаточно тупо поданы, они более расширенная версия подавала, но она не изменила кардинальное отношение к фильму. То есть фильм как был говно, так и остался. А второй момент, это то, что с режиссерками такая история, тут 50-50, может, конечно, ничего не поменяться, хотя хуже, чем то, что вышло, уже некуда, поэтому это в любом случае, мне кажется, будет улучшение. Вот. А второй момент, я просто не так давно пересматривал режиссерку Царства Небесного, точнее, не пересматривал, я смотрел ее в первый раз в жизни. Я когда-то очень давно, когда выходил у Царства Небесного, посмотрел его в кинотеатре, и такой, эээ, ферня. обидно за Ридли Скотта, ладно, я все равно его люблю, несмотря на то, что он снял какую-то парашусь, на прошлой неделе я посмотрел режиссерку. Это вообще другое кино, вообще другое кино, абсолютно восхитительное. И ты такой, как так получилось-то вообще, черт подери? Так что, со Снайдекатом, в любом случае, это не Мандалорец, это реально мощный эксклюзив у HBO Max, и интересно, что они еще выкатят, потому что, ну, вообще, в принципе, у Ворнеров куча всяких франшиз. Интересно, а до съемки будут какие-нибудь? До съемки навряд ли, потому что, хоть хрен его знать, 30 миллионов это бюджет, в общем-то, неплохого фильма. А здесь, да, вот интересно, как бы, что там делать надо на постпродакшене на 30 лямов? Это как-то слишком дохуя, не кажется ли? Да, короче, короче, но новость в любом случае классная, потому что, когда фильм неожиданно получает второй шанс, это всегда интересная история. Вот и все. Слушайте, я очень надеюсь, что все это время они потратили на то, чтобы с помощью технологии DeepFake нормально замазать усы генрика. А ты в курсе, что эта проблема возникла? Кстати, говоря про усы, я до сих пор вижу в нашем магнит-косметик комплект жилет с Кевиллом и абсолютно серьезно по Лиге Справедливости. И ты знаешь, вот эти досъемки, они возникли из-за того, что это вот Джо Суидон захотел. Снайдер не снимал эти сцены. То есть, этих сцены не будет в фильме, скорее всего. То есть, они... Там не появляется Супермен, но он же там выиграет, как бы... Нет, не Супермен, смотри, они какие-то сцены с Кевиллом успели снять при Снайдере. И у него усов не было, естественно. Потом, после того, как закончил Снайдер снимать, я посмотрел 90 процентов. Я 90 процентов видел, что у него замазаны усы. Да, я тебе объясню. Так вот, он это отснял, потом он ушел в шестую миссию, отрасти усы и по контракту не имел права их сбривать. И когда начались масштабные пересъемки Лиги Справедливости, его позвали назад, он сказал, я с вами, чуваки, вы понимаете, я не могу их сбрить. Вот. У меня там неустойка четверть вашего бюджета. Ну, чтобы сказать, да, забей, мы на компьютере замажем. Четы, четы, компьютерные технологии. Ну, вот и получилось, что получилось. Помните это? Я пришел сюда. Блин, ты крати, пожалуйста. Ну, это выглядело ухеро-уебищно совершенно. Слушайте, короче, пацаны, в общем, если честно, я очень жду, потому что... Я не жду, я уверен, что говно получится. Мне очень понравился Man of Steel, мне очень понравился Batman против Супермена, и если честно, я прям с удовольствием бы посмотрел нормальную версию Justice League, потому что я расстроился из-за того, что она получилась художественной. Аналогично, поддерживаю Тимур в данном вопросе. Так, Макс, да, ты хотел рассказать у нас про умные сенсоры от Sony. Да, тут еще интересная история произошла такая на стыке, что называется, изображений и вообще всей нашей тематики подкаста. Прямо сейчас, если вы смотрите видео-версию, я вот сижу в эфире с камеры Sony Alpha 3. Так. И Sony вообще является лидером в производстве сенсоров. Почти наверняка в вашем смартфоне от Apple или там на Android стоит их сенсор. И они достаточно глубоко продвинулись в одной очень важной вещи, они активно внедряют какие-то вещи, связанные с дип-лернингом и машинным обучением сенсором. Вот даже автофокус в моей камере, он работает на основе дип-лернинга. Внутри камеры бегает маленькая нейросетка, которая трекает объекты, трекает глаза, трекает лицо, то есть понимает, что перед ним, перед камерой человек, значит, надо сфокусироваться на глаза. Если она не видит глаза, она фокусируется на лицо, если она не видит лицо, она фокусируется на более широком объекте. И Sony решили сделать вот какую интересную структу. Они в прошлом году объявили, что они хотят в сам сенсор зашить специальный слой, который будет заниматься простеньким обсчетом искусственного интеллекта. В смысле? Под искусственным интеллектом подразумевается, видимо, опять какая-то неросия? Да. И история вся в том, что у тебя будет теперь сенсор, который у тебя получает информацию об объектах, что типа вот это идет человек, вот это едет машина, вот это идет пешеход. И это будет понимать не процессор устройства, получая картинку сенсора, а сам сенсор, потому что он и является компьютером. Какая-то черная магия, блядь. Историк, специальный слой, который занимается, с небольшим процессором оперативной памяти, который занимается этими вычислениями. То есть мы добавили в чип, который находится в System on Chip, System on Chip, чтобы все это запихнуть в System on Chip, который будет крутиться, блядь, нахуй знает чем, внутри на Microsoft Azure будет крутиться. Чего-то, да? Просто охуительно. Sony и Microsoft лучшие друзья, кстати, на рынке облачных вычислений. И это круто. Да-да-да, пишут, что там бегают маленькие гномики. Пускай это как-то история, что типа как работает Shazam, да, слушают кучу китайцев и такие, блин, по-моему, это Prodigy. Примерно то же самое, только с сенсорами. Короче, возвращаясь к этой всей истории, возвращаясь к этой истории, то есть смотрите, у тебя сейчас есть проблема, например, у тебя есть система видеонаблюдения на промышленном производстве, или допустим, секьюрная, или допустим, это автономная машина, и картинка с нее физически поступает как картинка на процессор, ее можно, например, перехватить и смотреть, что на этой камере происходит. Новый сенсор вообще может не выдавать картинку, в принципе, не показывать, что происходит, потому что он сразу видит, вот там человек, и дает эту информацию, что это человек на процессор или в систему, но не показывает, что на камере происходит. То есть у тебя фактически картинки нет как таковой, у тебя есть уже готовая, обработанная сенсором информация, которая поступает дальше в систему. И, ну, в общем-то, черное колдунство. То есть представьте, вы купили фотокамеру лет через 10, допустим, и фотокамера сама сфокусировалась на проезжающей машине, распознала, что это машина, после чего она автоматически выставила на камере все настройки, чтобы снимать машину на протяжке. И твое дело только нажать кнопку. Ты не крутишь колесики, ты не занимаешься подстройкой настроек, ты просто снимаешь. Как один из кейсов. А говоря про автоматизацию, где очень много вещей, которые сейчас обрабатываются процессорами, это на самом деле сильно ускорит развитие беспилотных автомобилей. Потому что, прикинь, вот у тебя машина, есть куча, куча сенсоров, лидары, камеры, которые трекают все вокруг на 360. И все это говно грузит процессор. У тебя от этого гигантская хуйня. Я просто видел Яндексовский Prius в Винополисе. Там же железо весь покажник. Я просто не понимаю, как можно запихнуть хоть сколько-нибудь нормальную нейросеть внутрь одного единственного, блядь, сенсора. Почему нет? Почему? Смотри, у тебя есть сенсор. Это и так чип. Опять же, на чем будет обучаться модель? То есть, она будет обучаться на людях или на деревьях или на фокусе. То есть, на чем настроить? Разные же задачи. Разные применения, разные сенсоры разного размера. Но Sony уже это делали, потому что у них есть камера Alpha 9. Она очень дорогая, стоит 4000 долларов, рассчитанная на профессиональных спортивных фотографов. И, короче, фишка Alpha 9 в том, что она снимает на электронном затворе. То есть, это не вот этот механический затвор, а прям затемняется сенсор, растемняется сенсор. 20 кадров в секунду. Фотография нахуячит. То есть, почти кино. И без всяких артефактов, без вот этого эффекта желе, когда сенсор не успевает считываться. Знаешь почему? Там второй слой, вот слой фотосчетный, а ниже оперативная память напаяна. Прямо в сенсоре оперативка, чтобы оперативку камеры не грузить. И поэтому сенсор... Это выглядит, как какое-то, блядь, очень странное колдунство. Вместо того, чтобы... Скоро у тебя фотосенсор, короче, будет не пустой деталью. По сути, маленькие компьютеры с ней все эти внутри. Да, да, да. И технологии, на самом деле, сильно ускорят развитие многих сфер, которые сейчас буксуют, потому что тебе надо картинку где-то обрабатывать. Если картинка будет обрабатывать саму себя, у тебя, соответственно, мощность разгрузится под что-нибудь еще. То есть, если это, допустим, самоуправляемое такси, оно будет не думать, блядь, как бы мне не сбить пешехода, она автоматом будет это понимать и будет, например, как бы мне соблюсти ебаное ПДД. То есть, понимаешь, да, историю? Ну, понятно. При этом, это уже коммерческая технология, то есть, то, что мы обсуждаем, это не на бумаге написанное хель, что типа, вот это вот, выйдет когда-нибудь, и вот это вот. А это та вещь, которую Sony придумали уже и продают клиентам. По-моему, 100 баксов стоит один сенсор, но это все удешевится. И говоря, кстати, про машины, у нас еще один главный автомобилист подкаста. Тара-тара-пам, это я. Да, хотел тоже рассказать. Опять не в микрофон. Значит, не в микрофон. Вот. Вот теперь, да, нормально. Теперь микрофон, возьми. Что случилось с котичком? Ты отобрал у него, отобрал бутылку? Он, оказывается, спит с Паумом, меня под ногами, а я этого даже не воню. Вот. Слушайте, смотрите, тут довольно интересная история еще произошла какая, что, может быть, вы слышали, я не знаю, слышали вы или нет, но в какой-то момент Джеймс Дайсон, тот самый чувак, который, если помните, сделал очень крутые пылесосы, фены и так далее, типа, ну, это один из, там, самых известных изобретателей Великобритании, современных, которые, в общем-то, превратили это в бизнес и довольно прибыльный, хороший, он какое-то время назад говорил о том, что собирается выпустить автомобиль. Все такие, типа, подумали, что, бля, чувак, куда ты, куда ты лезешь, ты что, делай свои пылесосы, какой тебе автомобиль, а он сказал, да блин, я пойду и сделаю. Короче, и что вы думаете, он пошел и сделал. Причем, он смысл в том, что, типа, он собирался делать лакшери автомобиль, ну, то есть, как и все, что делает Dyson, оно все довольно, типа, дорогое. Даже, типа, их фен, который довольно всратый, я могу сказать, что я попользовался им и отказался от него, стоит 30 тысяч, вот, при том, что нормальный, обычный фен стоит, там, 5-10 тысяч, вот. И, соответственно, пылесос Dyson, как бы, он довольно классный, тоже, как бы, но тоже стоит очень дорого. И автомобиль, который они сделали, получилось, что у него стартовая стоимость, 150 тысяч фунтов. А он хотел сделать, соответственно, не суперкар, а массовый автомобиль. В чем прикол-то его машины? Это уже гиперкар. Сейчас я скажу, вот, просто я к тому, что, типа, чтобы вы понимали, это 13,3 миллиона рублей. То есть, это там стоимость двушки в Москве хорошая, вот, так скажем. Ну, 13,3 миллиона рублей, это стоимость, ну, там, типа, хорошего, очень крутого спорткара. Прям очень крутого спорткара. это уровень Ferrari, это уровень Aston Martin, это вот такие. Потому что, да, я могу сказать, что там какой-нибудь словный... это прототип столько должен был стоить, или это... Нет, они... На то, сколько они ориентируются. Это ритейловый прайс, который получился у этой машины. Причем, ну, как бы, они хотели, типа, производить сначала тестовую партию, типа, в Великобритании, а потом перенести производство в Сингапур. И самая фича этой машины, по сути, была в том, что она могла проехать без подзарядки тысячу километров. Напомню вам, что тысяча километров, это, по сути, ну, какое-то сказочное, совершенно сказочное число, потому что в среднем электромобиле сейчас, знаете, как говорится, отключил все, едешь 30 километров в час и вообще не дышишь практически, как бы, и вот очень аккуратненько, не разгоняешься, не стопаришься, вообще прям едешь... И при этом ты маленькая девочка или лучший ребенок, да, который весит 5 килограмм. чтобы типа никакой нагрузки, вот это все, ни в какую гору не едешь, а лучше вообще спускаешься вниз только, и тогда там с горы, короче, ну, 700 километров потолок. То есть в среднем машина такая, по заявленным циклам проезжает, там, типа всякие Теслы, там, всякие Ягуары, там, и так далее, там, Ривины и прочие-прочие машины, там, китайцы, проезжают 500 километров в час. В реальности, когда ты едешь вообще в обычной жизни, без всяких вот там, типа, выключил кондиционер, выключил все, типа, как бы, желательно вообще там не дышишь, типа, они проезжают там, типа, ну, там, 300-400 километров на одном заряде в среднем. Я помню, что недавно, когда смотрел, например, обзоры того же самого Мерседеса EQC, который, это, по сути, GLC Мерседес, только полностью электрический, у него Мерседес заявлял, по-моему, 450 или даже 500 километров, типа, заявленный ход. При этом все те, кто на нем поездил, уже купив эту машину, выяснили, что у него реальный, просто обычный, вот прям обычный, едешь по городу или за городом, 350-400 километров, можно поедать. Слушай, вот объясни мне, как мне, для автомобилистов, вообще, 300-400 километров, это же огромное расстояние, но и ты, вряд ли, на машине будешь проезжать. Нет, нет, смотри, это тебе кажется. Смотри, объясняю, вот прям объясняю, как это работает. Вот смотри, например, вот моя Mazda CX-5, когда ездишь за городом, типа на постоянной скорости, то есть ты минимально тормозишь, минимально разгоняешься, ты просто там разогнался и плюс-минус едешь 60-130 километров в час. Крейсерский режим так называемый. Ну, то есть такой типа 60-130, я, например, пользуюсь почти постоянно сейчас, когда езжу за город этим круиз-кодролем, просто поставил там, типа, допустим, 90 километров в час и ебашишь там по трассе, да, есть возможность там на автомагистрале разогнаться 110, едешь 110, как бы, да, и она просто ровно едет, она даже сама распределяет нагрузку на мотор, там и так далее, и у тебя, соответственно, получается так, что вот у меня 2,5 литра, там, 200 лошадей, она жрет на таком, в таком режиме, там, 8 литров где-то, там, 8-8,5 литров. В городе, когда, например, ты, соответственно, 8-8,5 литров от моего бензобака, она показывает, хватает примерно на 620 километров, соответственно, когда ты едешь в городе и у тебя, как бы, ты туда-сюда толкаешься, плюс-минус, машина начинает жрать 10-11 литров, когда ты, соответственно, это хватает где-то на 550 километров, вот, когда ты едешь зимою, когда у тебя там блехуярит печка и мотор нужно там, ну, на больших оборотах работать, чтобы разогреться, там, и прочее, жрет машина там по 13-14 литров, как бы, первое время, когда ты, ну, в городе именно, по пробкам, выезжаешь за город и жрет там 10-11, вот, соответственно, летом, вот, как сейчас, типа, да, когда не нужно разогреваться, нет никаких печек, вот это все работает. У тебя еще климат-контроль сейчас появится, как жара пойдет. Ну, я могу сказать, что вот у меня сейчас климат-контроль тоже работает, но в ЭК-режиме и кубыну этого достаточно, вот. Короче, смысл в том, что, ну, в среднем хватает 550-650 литров, ну, 150 километров. Этого достаточно, чтобы, по сути, выехать из Москвы, доехать до какого-то там, типа, в Калужскую область и вернуться на одном баке. А при этом, не зависит, если у тебя, например, ты выехал там на 2-3 бака, тебе все равно этого хватит. Когда у тебя электромашина, ты выезжаешь в Перть какую-то и там нет ни хуя никакой зарядки. Есть шанс не вернуться, да? И вызывать натуральный шанс не вернуться. И, нет, скорее всего, у тебя есть, возможно, переходник, который у тебя получится подсоединиться в розетку где-нибудь в деревне, но ты в деревне с обычной 220 вольт вот такой розеткой, ты будешь заряжаться нахуй не просто всю ночь, а там, типа, сутки будешь практически заряжаться на полный заряд. Понимаешь? Если у тебя там еще более-менее, ну, хотя бы, чтобы выехать из Перди, но ты будешь всю ночь заряжаться, чтобы выехать из Перди. И, это приносит большое количество, там, типа, сложностей. Плюс, на морозе, там, каком-нибудь, условно, минус там 15, да, электромотор и жрется еще быстрее. Да, аккумулятор не так шустро работает. То есть, заявленные, заявленные тысячи километров у Дайсона, это хуйня собачья? Никто не знает, потому что, если он заявил, возможно, он даже смог достичь, каким-то образом тоже. Пусть даже окей, реально рабочих было 700, но это все равно ультра дохуя для электромашин. Ну, и, собственно, неудивительно, что она, поэтому, стояла 150 тысяч фунтов, понимаешь? Но, как бы, у него там еще, типа, какие-то астрономические совершенно показатели по, там, разгону, то есть, ну, то есть, у него очень крутые показатели, как бы, на самом деле. Он там говорит о том, что, типа, машина реально должна была быть очень крутой. Но прикол в том, что 500 миллионов фунтов стерлингов Дайсон вложил в своих собственных денег, в этот проект. И? И, и нахуй закрыл его? Просто закрыл, потому что понял, что, типа, ну, не получится выпустить. У меня сразу возникает вопрос, резонный. Почему нельзя было немножко закатать губу машинкой специальной, знаешь, дайсоновской, такой, без ручки прям, знаешь, так нажимаешь, и надо делать 6 тысяч долларов. Машинка за 6 тысяч долларов закатать губу, и, знаешь, там, типа, сделать не тысячу камеров, а как у всех. Ну, типа, ну, ну, не знаю, салон, например, убрать там кожу жопы дракона и просто алькантары. Вот, да, как бы там, там много было еще историй. Марку стали поменять, вряд ли запчасти. Почему нельзя, например, базовые колеса сделать не 23, блядь, дюйма, а там 19, 16, да. Ну, 16, как бы, для премиальной машины не очень, но там, 19, 18. даже знаю, в чем проблема Дайсона. Дайсон инженер, понимаешь, он инженер и изобретатель. Это человек, который, в отличие от тебя, Минаэль и Дима, точно знает, как надо по сопромату. Промата, вот это марка стали, а по сопромату, вот это вот марка алюминия правильная. Вот это вот химическая жидкость, батарея, вот она дает максимальную отдачу. Кстати, если мы проводку организуем вот так вот, из таких вот материалов, а не иначе, она будет давать более высокую только отдачу, что повысит мощность нашего двигателя, который, кстати, тоже собран по науке. А потом приходит маркетолог и говорит, блядь, а вы как это говно подавать хотите? Вы знаете, что материалы, из которого вы сделали батарейки во всем мире на три машины? Он же лучше. Что выяснилось, что, знаешь, там типа движок был на магнитной подушке, держался. Да, 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 я просто про то и говорю. Магнитная подвеска левитирующая какая-нибудь. Я просто хорошо знаю этот майнсет, потому что у меня такая жена была. То есть, с такой стоимостью собирать будем в Тольятти. Такие, блядь, нет, пожалуйста, нет. Даже в Тольятти не получится ее удешевать. Я просто объясню, просто у меня жена тоже, она когда начала только писать диплом свой, она как раз с инженером сервиса. Такая, да, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Я такой посмотрел на ее выкладки, а еще там надо было коммерческую часть приложить к диплом. Я говорю, Ален, ты же понимаешь, что ты не защитишься никак, потому что это говно никогда не окупится. Давай посчитаем, через сколько у тебя все окупится. Посчитали, 54 года. Ну, нормально. Все же по ГОСТу, все же по ГОСТу мы с НИПом, с УИПом, удешевляй. Изобретатель слакнулся о реальной жизни. Нам тут в очередной раз пишут в комментариях на Ютубе, что мы не разбираемся в вопросе. Говорят, что Тесла Родстер заявлен тоже на тысячу километров, но стоить он будет столько же. Я напоминаю вам, что Тесла Родстер будет примерно в 2,5 раза меньше весить, чем эта машина. Я уж не говорю про тот факт, что ему еще не мешало бы хотя бы выйти. Да, ему хотя бы не мешало бы хотя бы существовать хоть где-то. Где-то кроме Родстеров и Фантазии Маска, да. Потому что Дайсона есть якобы прям опытные образцы на заводе, машины, я не удивлюсь, если они еще и ездят, и они уже готовы, и они существуют. Просто стоят очень дорого, понимаете. Ладно, короче, пацаны, в общем, Дайсон, конечно, молодец, но, видите, ну, решил... Хорошо, что он не... Помните, была такая компания, называлась Faraday Future, О, да-да-да-да. Который, типа, считал, что это будет главный конкурент Теслы, все пытались понять, кто же эта компания, которая оказалась суперкрутой, у нее огромные инвестиции. Это китайцы какие-то, что ли, были? А потом выяснилось, что это китайцы, и оказалось, что они выяснят, какому-то медиамагнату, принадлежат медиамагнату из Китая, заботу в итоге в США не построили, привезли на СЕС рабочий образец машины, и больше ничего. Вот. Так что, как бы, хорошо, что он не пошел по пути Faraday Future, который, знаете, громко пернул в лужу, типа, и все. Поэтому чувак просто пришел тихо и сапа сказал, ну, не удалось. Ну, бывает. Но, чтобы вы понимали, что они сделали, они все эти разработки пустили, соответственно, в будущие проекты, где будут использовать твердотельные аккумуляторы, искусственный интеллект и алгоритмы машинного обучения. Так что, в общем-то, ждем, что из этого и всего получится. Вот. А еще раз, чего мы ждем и что из этого точно получится. Во-первых, давайте будем считать, во-первых, не забываем про наши донатики. Камилочка заслала нам 79 рублей. Максим, собираюсь себе ПК для работы в Blender и Unreal. На что делать упор процессор или видеокарту? Если видеокарту, то какую и почему? Если ты для работы собираешь компьютер, то по-любому у тебя пара Ryzen и NVIDIA. Ryzen, я советую тебе 3600X или 3700 смотреть по бюджету, то есть во что вписывается, потому что они реально офигенные для работы и не очень дорогие. Тем более, можно материнку подобрать, которая недорого стоит. А по видюхам, ну, надо смотреть, опять же, бюджет, но мне кажется, для работы что-то ниже, чем 2070 брать. Ну, мне кажется, тем более с Blender и Unreal это достаточно тяжелые штуки. То есть вот оптимально 2070, 3700, наверное. Если бюджет жмет, можно 3600X закупить. То есть это очень хорошие такие рабочие оптимальные параметры для 3D графики. Я сам обновлялся на 3700X, у меня 2080, я работаю с пакетной обработкой фотографии и видео в 4К непожатым. Год хватает за глаза, наконец-то. У меня премьер, наконец-то, можно монтировать в реал-тайме 4К видео. Раньше все лагало, был 2600. Слушайте, мы на прошлой неделе обсуждали историю того, что показали первые игры для Xbox Series X и где же была ответочка Sony. То есть ответочки Sony не было, не было, не было. Наш подкаст вышел, мы его смонтировали и тут... Мы даже немножко по-другому. Хороший заход был бы, знаешь, какой? Сказать о том, что типа вот Xbox долго тезерил, что покажет игры будущего. Такие прям не въебаться игры будущего. Вы сейчас все просто обосретесь, короче. Показывается Inside Xbox и вы помните в прошлом подкасте, что у нас, в общем-то, мы не впечатлились. Никто не обосрался, да. Да, но как раз после выхода нашего подкаста эпики показали новый движок Unreal Engine 5 и демо-версию, точнее даже не демо, а скорее такое типа техно-демку, которая работала на железе как раз PlayStation 5. И вот этот момент он, конечно, лично меня поразил. Не знаю, как вас, пацаны, но я, честно сказать, просто охуел от этого видео. Оно логично. Видос немного спорный, потому что те люди, которые работают в индустрии, уже говорили о том, что ну тут есть как бы нюансики и не все так далеко радужно, как эпики пытались это в видосике своем представить, но тем не менее, если вы не смотрели этот ролик, я вам советую его посмотреть, он сейчас у нас идет как раз в видеоверсии, количество детализаций, которые там показываются в кадре, я такого в видеоиграх пока еще не видел ни разу. эпики говорили о том, что то, что показывается в кадре, это те асеты, которые в принципе чаще всего используются для создания именно киношных спецэффектов или там видеороликов, но очень редко используются в видеоиграх. Я напоминаю, как это происходит вот сейчас в видеоиграх, да? Если вы видите какую-то гору или там дерево или там какой-то объект вдалеке, то игра не рендерит его вам в максимальном качестве. Она его рендерит скажем так очень-очень приблизительно и как только вы подходите ближе, тем более качественная версия загружается. Это то, что называется лодами, то есть, грубо говоря, уровнями детализации объекта. Их бывает много разных. Вот те ассеты, которые эпики показывали в своей демике Unreal Engine 5, они по-моему от компании Quixel или как она там называется? Quixel Megascans, да. По-моему, у них на сайте продается что-то, по-моему, то ли 7, то ли 8 уровней детализации, я не помню сколько точно. 8. И то, что максимальная уровня детализации обычно называется лод 0, то есть, нулевого уровня. Ты когда стоишь прям вплотную к этой уровне. в той демо-версии, которую показывали эпики, абсолютно все ассеты были вот с максимальным уровнем детализации, то есть, количество полигонов в кадре измерялось что-то миллиардами штук, и возникает вопрос, как это вообще в принципе работало, ну то есть, как это вообще можно было бы сделать. А дело в том, что Unreal Engine 5, которую показала Epic Games, работает немножко по-другому, не так, как работают обыкновенные движки для рендеринга видеоигр, которые работают сейчас. Дело в том, что в нем нет никакой разницы, какого рода детализация ассетов у тебя есть, потому что движок показывает один пиксель на один пиксель, точнее, один полигон, да, на один пиксель экрана. Соответственно, единственной проблемой этого движка это высокое разрешение, чем выше разрешение на экране вашего монитора или там телевизора, тем больше, наверное, технологических проблем это возникнет. Но... Ты немножко не с той стороны заходишь, я аккуратно объясню, что эта технология ведет к небольшой проблеме, связанной с тем, что с одной стороны хорошая новость, многие артисты теперь могут просто загружать, например, модельку из ZBrush, которую они взяли там, да, заебашили какого-нибудь нереального там монстра, и у этого монстра там миллиард полигонов. Да. Просто реально миллиард полигонов у монстра. То есть раньше ну, миллиард полигонов еще там десять лет назад это было все, что вообще происходило вокруг на экране на всем, а тут у вас типа моделька может быть одна миллиард полигонов. И для них не нужно делать вот эти самые level of detail, то есть упрощать модельки, делать там типа одну версию, которая средняя, еще похуже, еще похуже, еще похуже, и ту, которая в одном километре будет отображаться вместо этой модельки. Движок теперь все делает сам. Движок полностью теперь автоматически по сути отрабатывает вот эту самую редетализацию. Но все говорят о том, что это все приведет к тому, что теперь люди не будут оптимизировать свои модельки, а они будут просто ебашить модельным миллиард полигонов. Хуяк. Мне кажется... Текстуру хуяк. Мне кажется, офигенный кейс, причем не для игр. Дайте договорить, пожалуйста. Да, да, да. Я просто хотел сказать о том, что все теперь боятся, геймеры и разработчики, о том, что недобросовестные разработчики перестанут что-либо оптимизировать и будут просто-напросто загрушать вот эти все огромные модели, текстуры и так далее. И в итоге размер игры у вас будет 500 гигабайт. Понимаете? При жестком диске на PlayStation 5 я напоминаю 860 гигабайт. Ну, то есть консольки хватит на две игры, да, в лучшем случае. Нет, нет. Destiny 3 будет съедать SSD целиком. А потом банки такие нет, не мы. Все говорят о том, что если вы помните в Xbox уже сделали знаете там типа сзади дырочку для того, чтобы типа расширить пространство для игр, это короче это станет теперь дыркой для картриджей для игр. Нет, нет. Дырка для E5. Один один SSD-шник внешний на одну игру. Классно же будет. А ты знаешь на картриджах? На один терабайт игра на терабайт такой. Игры на картриджах ты такой покупаешь, а там SSD лежит. И на нем, знаешь, так маркером написано Gears 6. Игры на 25 тысяч. И ты такой балванка такая, знаешь, как раньше. Да заебись. А если кроме шуток, то на самом... Я сегодня, кстати, посмотрел, сколько стоит SSD, там типа всякие на М2 и так далее. Один терабайт, ну, 7 тысяч. 7 тысяч? Тимур, PCI 10 тысяч. Игра еще 5 тысяч, короче. PCI Express 4 SSD, который вот будет работать на скоростях новых консолей. Сейчас, если покупать Asus Aorus какой-нибудь, я смотрел для своего компа, потому что у меня как раз есть PCI 4. Он по скоростям, причем ниже консольного, слабее, чем на PS5, он стоит 22 тысячи рублей. За девятнашку можно найти, да. PCI 4 будет за пятерку. Он через 4 года за пятерку будет. Да, да, да. Ну, мы не готовы ждать 4 года, так-то. Короче, возвращаясь к Unreal Engine 5, технология называется NANIT. Она сама определяет, какую геометрию отрисовывать. И это на самом деле, если говорить уже без стеба и более практично, будет, например, здорово для людей, которые разрабатывают автосимуляторы. Потому что сейчас очень много времени при разработке Gran Turismo или Fortis кидает не процесс моделирования машины. Очень многие современные машины изначально делают в CAD. То есть, их даже моделировать не нужно тебе производить, просто CAD-модель присылает инженер. А то сидят художники, где бы нам аквадратить руль таким образом, чтобы это не заметили, на полигонах было поменьше. Примерно так это работает. NANIT это ускорит. Но самая офигенная история, это не NANIT даже, а вторая технология, которая называется LUMIN. и LUMIN это очень интересная фигня, потому что вокруг LUMIN куча дезинформации в интернете и непонимания. Потому что на презентации это технология динамического глобального освещения, и они эпид говорили, что вот она будет работать на основе отскоков там света, и все подумали, что ага, raytracing, наконец-то. это программная технология и она не raytracing. Она основана на аккумуляции света в предыдущем кадре. Короче, как работает скринспейс рефлекшены, это скринспейс технология, которая позволяет делать глобальное освещение. То есть она софтварная, она не рассчитывается хардваром, она очень гибкая, она позволяет, вот они в реальном времени меняли освещение. Самое главное, что эта технология в отличие от того же RTX-а не ебет вашу систему как не в себя. То есть вы можете, с артефактами, потому что Digital Founders уже нашли там по краям небольшие артефакты, с небольшими артефактами сделать охренительный свет, и при этом у вас жестко не просядет FPS. По-моему, это гораздо круче даже, чем вот этот дроп лодов и супер-мега-технологии полигонов, потому что сейчас самое сложное... Извини, Макс, я тебя перебью, просто... Сейчас, секунду. Просто современная графика, да? Смотри. Разрешение, блядь, не настоящее, потому что у нас есть NVD-ский, как он, DSS... Все будет фейковое, все будет фейковое. Разрешение фейковое, 4K разрешение, шахматный рендеринг тоже, блядь, сука, не настоящее, и 8K уж тем более. Что у нас там теперь? Высокодетализированные ассеты, которые мы грузим как бы один пиксель на один полигон, и в общем-то тоже они как бы не особо настоящие. И теперь еще и освещение не настоящее, и raytracing не настоящее. Нихуя не настоящее. Но выглядит это оно стуительно. Потому что все выглядит шикарно, и ты никогда не заметишь подставы, но классно то, что раньше художники очень много мучились с освещением, потому что многие вещи приходилось рисовать вручную. Многие вещи приходилось как-то так делать, что освещение ну больно красивое, вот оно отлично идет у локации, но нам надо его упростить, потому что у нас все, у нас бюджет кончился банально, хардварный. Уже никто ничего никуда не лезет. И самое главное, что иногда бывает, что тебе надо считать освещение для бомжей и для богатых. И такое, например, произошло с Metro Exotus, когда они сделали освещение для бомжей, они тупо вообще не рисовали свет, не запекали его как следует. И поэтому, если вы играете без RTX, игра выглядит керовенько, в общем-то, она выглядит как сталкер временами первой или второй, потому что там практически не пропекли свет, не пропекли какие-то полутона, полутени. Но если ты включаешь RTX, у тебя освещение сразу становится динамическим, появляется глубина, и ты такой, вау, а вроде прикольно. И вот Люмен, он убирает нужду в запекании чего-либо. Он сразу говорит команде, да пожалуйста, херач, и тебе для этого не нужна будет Nvidia RTX или там видеокарта от AMD, которая поддерживает Ray Tracer. Пожалуйста, ты можешь это делать Screen Space Effect. И в этом прелесть Unreal 5, потому что 5 Unreal, он кстати выйдет только в следующем году. Сейчас они просто показывают технодемы. Сейчас они промежуточную версию какую-то выпускают, 4.5 по-моему. 4.25 с поддержкой Ray Tracing на новых консолях как раз. Именно в том, что ни на них, ни Lumen, это не технологии, привязанные к конкретному вендору или к какой-то хардвардной фиче. Это технологии масштабируемые, потому что 5 Unreal будет поддерживать в том числе мобильные платформы. И, например, я бы с удовольствием посмотрел на то, как вот Lumen применяется в играх для iPad. iPad ведь достаточно мощный, если так подумать. Мне вот интересно, насколько сильно в этой технологии нужен быстрый SSD? Потому что для NANITA, я думаю, очень. Я не очень понимаю, как они это собираются реализовывать на мобильных устройствах. Ну, то есть, на новых консолях понятно, и у Xbox и у нового PlayStation есть высокоскоростной SSD, который практически напрямую в память смотрит, а в что они будут делать с мобилой, я не понимаю, вот серьезно. Ну, то есть, для меня это... Тимур, а насколько быстро сейчас у Apple SSD в мобилках стоит? Я не знаю, потому что там какой-то стоит NAND, а какой, блин, потому что я знаю, что у маков, которые именно компьютер, у них очень быстрая кастомная память, очень быстрая. Там стоит, я недавно смотрел, в 2018 года макбуке стоит Прошкин, 960 Samsung, какой-то специальной версии 960 Samsung. Это в любом случае гораздо медленнее, чем тот SSD, который будет и в Xbox и PlayStation 5. Ну, то есть, в любом случае скорость в разы будет меньше. Вот вопрос в том, как вот они в Unreal выкрутятся в этом плане. Ну, а что могу сказать, что удивительно в этой демке, это то, насколько сильно эпики работают с Sony. Ну, то есть, это довольно странно. Мне всегда казалось, что эпики, они такие, знаешь, типа, мультиплатформа и вся хуйня. Типа, наш движок, он, типа, для всего, вот для ПК, вот для Xbox, вот для PlayStation. А здесь они прям несколько раз прямо сказали, что да, это работает на PlayStation 5. Да, да. Да, на старой версии консоли, но вот, да, это было записано там условно в прошлом году. Вот. Теперь вот это удивительный момент. Ну, то есть, один из основных движков, я просто напоминаю, что те игры, которые микрософтовские студии делают, то есть, условно, какая-нибудь Hellblade, вот новая, она же тоже делается на Unreal, на новом. И тот движок, тот графон, который они показывали в ролике, он же тоже якобы на какой-то версии то ли пятого Unreal, то ли, может, четыре с половиной, на общем, что-то такое. Я вам просто хочу напомнить, что мы же начали всю эту историю с того, что у нас была конференция, там, типа, Inside Xbox, на которую возлагали надежды, в общем-то, сами сотрудники Microsoft, которые сходили и говорили, о, ну сейчас, пиздец, у вас у всех в жопу отвалится, вот, а в итоге не отвалилось, и приходит Epic Games и так, типа, ну, вот у нас тут вижу, был четверг, называется, да, был четверг, и все-таки 5, и, знаете, начинается сразу противовес, вот вы показали вот эту ссатую херню, вот на Inside Xbox, и вот тут показали, типа, игру на PlayStation 5, но согласись, что это не игра, это, по сути, техно-демка. Димка, всем было поебать, все начали расстрелять, это именно так. Я вам напомню, что была техно-демка четвертого Unreal, которую, кстати, показывали на конференции Sony, Road to PS4 в феврале 2013 года, и все-таки, бля, ну, это, конечно, техно-демка крутая, смотрите, какие частицы, текстуры, динамический свет, но такого, конечно, не будет еще долго на PlayStation 4, а потом вышел Infamous Second Son, и все-таки, а что за херню Epic показывали? Это полгода от релиза консоли. Я не помню, я серьезно тебе говорю, поэтому, если вы смотрите на демо с открытым ртом, подождите, пока вам покажут Horizon Zero Dawn 2, вот я там чую будет, мать дорогая, учитывая, что они реально плотно работали с Sony, велик шанс, что некие аналоги на Нита и некие аналоги Люмина, естественно, не там, строчка в строчку, появятся в движках от внутренних студий Sony, почему бы и нет? Я нашел этот ролик с Unreal Engine 4, ну-ка, ну-ка, давайте-ка посмотрим. Здесь насыпят, но и забанят, хотя бы. Аленкин нет. Ну, по современным меркам оно выглядит обычно, ну, то есть, наверное, в тот момент, когда показывали с PlayStation 3 на PlayStation 4, это выглядело красиво, но сейчас ты такой смотришь, ну, как бы не, наверное, похоже, чем-то, знаете, на что, на, как же это игра называлась про... Shadow of Mordor какой-нибудь? Нет, 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 как это, где 4 всадника-то? А, Darksiders. Darksiders, да. Darksiders классный был. Он, кстати, на Unreal Engine сделал на 4. Дизни, как в Саратов выглядят двери. Да, да. А это впечатляет, реально впечатляло, когда они... Когда впечатляло, да. А потом вышел Second Sun и все такие... А? Что это за херня вообще? Вот серьезно. То есть, в этом плане... Пацаны, я на самом деле хотел вас аккуратно спустить на землю и просто сказать о том, что... Что покажет, как бы, хорошего на PlayStation мы узнаем в начале июня, якобы, потому что обещают, что, типа, там будет очень много... Я напомню вам, что на финансовом отчете PlayStation, когда, в общем-то, одному из менеджеров Sony задали вопрос о том, что, типа, а что это вы не отвечаете вот на маркетинговую компанию Xbox, вам что нечем ответить? На что тот такой, знаете, поправил очки и сказал, типа, хо-хо-росто и вопрос, мы ответим достойным списком игр в ближайшее время, подождите. Вот. И все такие, типа, сколько ждать, блядь, месяц, два, три, а? Короче, в общем, подождите, потому что слишком уж уверенно PlayStation себя ведет. В данном случае... Там менеджер, у них, этот, главный их бухгалтер, по факту, Chief Financial Officer, его, когда на инвестор коле спросили, а вам не кажется, что у Xbox маркетинг работает на опережение, что вы не поспеваете? А что он сказал, ну, мы оценки маркетинга будем давать, знаете, когда осенью, вот на продажу посмотрим, там будем оценки маркетинга давать. Чувствую я, что что-то он знает, чего не знает. что-то он такое понимает. Чувствую, что вы опять санибойте просто из-за всех сил. Ты давно на название подкаста смотрел? Название завтра каст? Не санибойщики подкаст, я не помню. Такого не было в названии. Ладно, пацаны, короче, в общем, ждем первых демок, действительно настоящего next-gen, потому что пока что Xbox тоже не показал next-genовых игр. Ждем, когда покажут Halo Infinite, всякие другие крутые игры, которые будут действительно next-gen тогда и поговорим. Я думаю, что это будет в середине, в конце августа, когда уже можно будет вот на очередном завтра касте уже сказать, ну, 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 давайте обсудим. Вот. Так что, как бы, давайте ждем, в общем-то, это вот. Да. Слушайте, мы потихонечку переходим к нашему блоку с впечатлениями и у нас хорошие новости. для нас и немножко для вас. Так. Вот, потому что спонсором рубрики впечатлений у нас стал сервис Море ТВ, это стриминговый сервис, который позволяет вам смотреть фильмы и сериалы. Напоминаю вам, что у них большое количество эксклюзивов есть, в общем-то, ну, тех сериалов, которых нету, никаких других вообще сервисов. Их там реально довольно много, вот, поэтому не забывайте, что вы можете обратить на него внимание и они не просто становятся, в общем-то, спонсорами нашей рубрики, потому что, ну, просто так, потому что дело в том, что там есть большое количество сериалов и фильмов, которые мы хотели, их посмотрели и мы хотим, в общем-то, про них вам рассказать. Вот. И напоминаю вам, что там действительно, опять же, по поводу эксклюзивов, например, в России, если вы хотите посмотреть в сериал Девс, который, помните, мы вам расхваливали и говорили от Алекса Гарланда, какой он классный, крутой, и вот это все, то, в общем-то, он у них, Девс, он же разрабы, он же программисты, у них является, в общем-то, эксклюзивом. Вот. Если вы хотите посмотреть сериал, там, Великая, о котором сейчас очень много кто говорит и везде, там, типа, про него обсуждают, это тоже, в общем-то, к ним. Вот. Ну, по сути, они купили очень много сериалов, на самом деле. Да, там сериал Миллиарды, как бы, соответственно, ну, куча других всяких вещей, которые вы просто слышали, там, всякие рассказы с Лужанки и прочее, это все у них. Поэтому, в общем-то, это опять же к ним. И, в общем-то, мы сейчас про много чего хотели интересного сказать. Да, скопом, как бы, но, кроме всего прочего, мы в первую очередь хотели напомнить вам, что 4 июня у них стартует, в общем-то, сериал Чики. Я могу сказать, знаете, когда я услышал название Чики и такой подумал, блядь, какой ты пиздец, я прослушал описание. Описание примерно такое, что, типа, несколько провинциальных, чего что-то говорить, проституток, решили поехать. Да, мы с низкой социальной ответственностью. С высокой. Там с высокой, да. Повышенной социальной ответственностью. Вот. В общем-то, решили поехать в Москву и сделать свой фитнес-клуб. Там играет Ирина Горбачева. И Лапенко. Да, и Лапенко. И я такой, знаете, вот услышал, такой, посмотрел трейлер, и вы знаете, если честно, немножко охренел, потому что, ну, судя по всему, это довольно прикольная комедия, потому что, как минимум, трейлер реально прикольный. Я такой сразу подумал, уу, фига себе. Ну, то есть, знаете, мои ожидания при описании были вот внизу, потом я посмотрел трейлер, и они такие, знаете, типа, поднялись на средне-высокий уровень, и я такой подумал, блин, нифига себе, надо реально посмотреть. Короче, сериал Чики выходит 4 июня, внезапно, несмотря на то, что идея кажется немножко такой, э, трейлер очень крутой, и я прям подумал, что надо посмотреть, знаете, такая черная комедия российского разлива, как бы, с русским там, менталитетом, как бы, но, судя по всему, довольно, наверное, возможно, даже что-то прикольное получится, вот. Поэтому обратите внимание 4 июня на, соответственно, на сервисе Мори ТВ, и самое главное, соответственно, всем нашим слушателям выпала небольшая халява, если вы воспользуетесь промокодом завтраказ 2, то, соответственно, и зарегистрируетесь на сервисе, то первые 30 дней подписки, они у вас будут бесплатные, но не забывайте, что вы должны привязать свою карту туда, для того, чтобы, собственно, эта подписка начала работать, но вы можете тут же ее, в общем-то, отвязать после того, как вы подписались, и, соответственно, пользуйтесь месяцем бесплатно абсолютно. Вот, поэтому дело ваше, до 4 июня включительно этот промокод будет работать, поэтому у вас есть возможность весь июнь, соответственно, ну, если вы сейчас подпишетесь, там, смотреть спокойно совершенно этот, ну, сериалы и фильмы, которые есть на Мори ТВ. Ну, и мы хотели поделиться несколькими впечатлениями о том, что у нас, соответственно, есть на сервисе Мори ТВ. Мы с Максом посмотрели замечательный российский хоррор, я бы вот так назвал. Это триллер, скорее, знаешь, называется спутник. Да. И мы, поскольку не ходили на него в кинотеатр, и в кинотеатр, похоже, сам и не вышел из-за всей этой ситуации, это очень обидно, потому что, несмотря на некоторые, действительно, есть нетоработки, какие-то не дотянуты, перетянуты. Это любопытный российский фильм, потому что мы как-то привыкли, что российское кино бывает про ментов, бандитов, чиновников, и про жизу, жизулечку. Жевать нас с ментами, бандитами и чиновниками. Да-да-да-да. А здесь вот радует, что сейчас российский фильм потихонечку начинает вырываться в парадигмы, и появляются фильмы типа там «Притяжение вторжения», появляются фильмы типа «Папа, сдохни», и «Спутник» это тоже такой шаг. А тебе понравилось «Притяжение»? Серьезно? Нет. Я люблю, люблю творчество Бунтурчука, хотя он там часто лажает, потому что он хотя бы пробует что-то новое в российском кино, реально новое. И «Спутник» это опять же фильм не идеальный, вообще не идеальный ни разу. Ну он вырос из короткометражки, он вырос из короткометражки, его просто растянули. Да, но причем при этом он реально прикольный, то есть это в принципе достаточно качественный такой космический триллер, при этом снятый в России, при этом снятый хорошо, более того, там есть CGI-персонаж, полностью CGI-персонаж, сделанный российской командой Main Road Pulse, он выглядит абсолютно на голливудском уровне. Я могу сказать, что наверное даже просто пересказав синопсис фильма «Спутник», можно понять, что там будет происходить дальше, потому что он абсолютно предсказуемое кино, но если вкратце космонавт летит в космос, возвращается на Землю, у него появляется таинственный спутник! Господи! Ну, короче, это, скажем так, российский ответ фильму «Живое» или там типа «Чужой» и так далее и тому подобное. «Чужой» выглядит странновато, но могу сказать, что графон, который вот там сделан с «Чужим», он не вызывает никакого отвращения, ну, то есть нормально снято, и мне кажется, на свои деньги сделано хорошо, но мне, например, не понравилась сюжетная составляющая фильма, то есть, смотри, пока речь идет о «Чужом» и там, типа, знаешь, там начало, оно как в фильме «Твой любимый», Тимур, как это, «Прибытие», о! То есть есть некий разговор с пришельцем, скажем так, или даже на аннигиляцию немножко похоже, вот так, некий разговор с существом, которым ты не знаешь, он человек или уже не человек, вот, и у тебя такие, знаешь, психологические нюансы, да? И все шло хорошо до тех пор, пока где-то ближе к концу фильма не началась отрабатывать стандартная для российских фильмов повесточка про НКВД, то есть про КГБ, про проклятые спецслужбы и так далее, и тому подобное. И в этот момент я подумал, что, блин, они вот испортили фильм. то есть, он не отшел хорошо. в этот фильм все равно я советую посмотреть, потому что это действительно любопытная попытка зайти в жанры, в которые российское кино не заходит. И даже если вам не понравится, там, или наоборот, вам может, реально, это очень понравится. мне российское кино в последнее время стало нравиться гораздо больше, чем нравилось пять лет назад. я согласен с Максом, и так далее. Там играет, кстати, это, как ее, Кристен Сюарт. Кирстен Сюарт. или Кристен. Я не помню. Кирстен, она, по-моему. Не помню. Ну, короче, не важно. Я просто к тому, что тоже вроде какая-то вот такая типа около-чужая история, тоже про каких-то монстров, которые нападают, и так далее. Но проблема в том, что фильм под водой, он не просит, не просит от тебя ничего. То есть, он точно знает, что фильм тупой. Понимаешь? То есть, он не пытается казаться больше, чем есть. Фильму «Спутник» это очень сильно не хватает. Потому что они пытаются типа сделать замах на там миллион, а получается ну, на сто тысяч. Типа того. Тем не менее, все равно я похвалю, потому что даже когда не получается до конца, все равно некоторые куски фильма стоящие, реально хорошие. А во-вторых, опять же, ты смотришь российское кино и понимаешь, что а если в принципе еще пара таких фильмов, что-то приличное снимем в ганре космического хоррора. Я вот тоже подумал о том, что это неплохой ответ, но он неплохой вот только за счет того, что ты ему делаешь скидку, что это русское кино. Вот ты на это сделаешь скидку. Если бы ты смотрел точно такой же фильм, который сняли условно американцы, то ты бы не делал бы таких скидок. Ты бы сказал, что ерунда какая-то. Серьезно. На этом бы все закончилось. А здесь ты просто смотришь такой, блин, научились наши снимать. Даже CGI неплохо выглядит. Даже сюжет в половине фильма неплохой. Ну, ладно, заканчиваю про спутник. Могу сказать, что спутник вы можете посмотреть на Море ТВ. Там он тоже есть. Насчет под водой не помню. По-моему, под водой у них нет. Ну, посмотрим. Второй момент, который мы бы хотели поговорить. мы тут посмотрели несколько сериалов на Море ТВ. Я смотрел сериал, который называется 68 виски. По-моему, он эксклюзивный для Море ТВ. По-моему, только у них он есть. Ну да. И это сериал про военных. Если вы хоть раз в жизни смотрели Госпиталь Мэш, я напоминаю, что Госпиталь Мэш это очень старый сериал, который про войну в Корее, то, в принципе, вы поймете сразу все про 68 виски. Современная версия Мэш. Современная версия, да. То есть, есть некая военная часть, которая расквартирована где-то в Иране, в Ираке. Уловка 22 похожа или нет? Уловка 22 она, скажем так, более драматическая. А здесь есть моменты прям вот реально комедийные. Ты не смотрел такой фильм, который назывался, по-моему, Три Короля? Как-то так. Там еще Джордж Клуни играет. Вот местами 68 виски очень похож на эту историю. Ну, например, там солдаты уходят в самоволку и для того, чтобы подзаработать денег, они выменивают у местных талибов героин. Ну, то есть, это драматический момент или все-таки комедийный? Поскольку с ним связан очень странный момент есть. Потом, так как дело происходит в военной части, в которой есть санчасть, и, собственно говоря, они там этих морпехов постоянно латают и приводят в чувство, там есть доктора, у докторов тоже есть какие-то такие смешные около медицинский юмор такой. И иногда происходят драматические моменты. то есть, я не знаю, как по-другому объяснить, но мне кажется, это в современной версии Мэша. Ну, то есть, Мэш тоже был в свое время вроде как и комедией, а вроде как и драмой. Ну, вот, 168 миски нечто подобное. В принципе, посмотреть можно, мне понравился. Да? Короче, комедийный армейский сериал. Я заветую, потому что это, знаете, сериалы не из категории прайм-тайм шедевров, как там, ну, типа, посмотри «Игры престолов» и обосрись. Нет. Это именно сериалы, которые смотрят как сериалы, и таких, на самом деле, не очень много. То есть, вот вы включаете его фоном, делая что-то, и, в принципе, клево. То есть, у меня такое было сказано с недавнего. Когда я просто зарядил вообще все это говно. Мне так понравилось, потому что это реально отличный фоновый шум и что-то такое, что можно, во что можно, не вникая, вникать, не следя, прям очень внимательно. 168 миски это как раз сериал такого толка. Он легкий, он ненапряжный, он не пытается там вам рассказать какую-то великую драматургию. Его просто очень приятно посмотреть и за неделю, допустим, под работу параллельно там с коллегами чатить в Zoom и глянуть. Очень неплохая жизнь. Я так и делал. Второй сериал, который я хотел бы вам посоветовать, называется «Потерянный рай», тоже есть на Море ТВ. И это стандартная история про маленький городок, в котором есть как бы свои проблемки у каждого. То есть, в городке происходит, ну, скажем так, некие таинственные события, и у каждого персонажа этого города есть какая-нибудь своя тайна, которую вот они, скажем так, случайно выясняют. Собственно говоря, если вы смотрели какая-нибудь Тайна Смолвеля, помните про Супермена сериал, вот примерно что-то похожее. Здесь тоже есть некая мистическая подоплека, но ее не очень много, и вообще сериал такой больше про жизнь. я посмотрел весь сезон, ну, мне показалось, знаешь, неплохой сериал, то есть, который вот реально можно посмотреть, как Макс сказал, там типа, подо что-то, то есть, на втором мониторе, знаешь, там типа, смотришь, и вроде что-то происходит, а вроде как бы иногда интересно, а иногда и не очень. Так что «Потерянный рай» неплохой сериал, вот могу посоветовать. И третий сериал, про который я хотел поговорить, это сериал «Великая», «The Great». Там играет Эль Фаннинг, она играет нашу, ну, как скажем так, якобы нашу императрицу Екатерину Великую. Проблема только в том, что мне кажется, от этого сериала будут абсолютно все любители вспомнить историю, бомбить. Причем бомбить они будут довольно сильно. Дело в том, что этот сериал это жесточайшая сатира на ну вот на власть придержащих, что называется. Не на Россию. Тут надо важно обозначить, что сериал не про нас вообще. Здесь это просто фон вот такой историческо-сеттинговый. Я бы сказал, что они взяли историю про каких-нибудь британских лордов, перенесли ее в российские реалии, взяли несколько персонажей, которые ну как бы имеют исторический подоплеку, то есть условно Екатерина Великая, условно там граф Орлов, условно Петр Третий и так далее. но при этом там настолько жестокий жопно-сортирный юмор, что я понимаю, почему от этого сериала дичайший бомбит. Вот я сегодня выяснял в Твиттере, типа интересно, какой-нибудь гоблин высказал что-нибудь по поводу этого сериала? Оказывается, высказал. А знаешь, что он сказал? Что, мол, из-за того, что англичанка гадит, ну ты знаешь, поговорку, да, классическую, именно все персонажи в этом сериале показаны как тупые дегенераты. Именно поэтому. Потому что, типа, хочется оскорбить Россиюшку, именно для этого типа этот сериал сняли. Я посмотрел сериал, и я не нашел в нем ничего прямо такого, с чего стоило бы бомбить, но проблема в другом. Если вы не любите такой юмор, ну то есть, если вы не любите, когда люди постоянно шутят про жопы, пердеж, про секс, про, я не знаю, там, про отсасывание, отлизывание и тому подобные шутки, про наркоту, про, ну скажешь, знаешь, вот типичный юмор, скажем так, нижней части интернета. Короче, грудь любых исторических персонажей начинает на них наворачивать сортирный юмор. Да, я могу понять, почему может от этого фильма бомбить, но мне кажется, стоит воспринимать его как комедию, ну то есть, как комедийную историю. Местами она даже скорее включает драматическую историю, но важно понимать, что этот сериал придумал австралиец. Австралиец про русских царей и вообще в принципе про русских имеет весьма отдаленное впечатление. Перевернутая Дима, перевернутая. Да, да, то есть, для него это как бы набор стереотипов, ну то есть, камон, там в самом начале сериала это Екатерине Великой дарят здоровенного медведя, она с ним ходит как типа с собакой, понимаешь, какие у вас блядь еще должны быть параллели, что это просто предельно предельно тупая сатира. Я посмотрел половину сезона, могу сказать, мне в принципе нравится, то есть, я как бы не против посмотреть, но я практически уверен, что народ будет бомбить, вот блядь, сука, просто к гадалке не ходи, знаешь, вот люди у нас любят, у нас есть, как у таких нордов, знаешь, или азиатов, у нас есть культ предков, он у нас просто развит, в крови у всех есть, поэтому не дай бог кто-то начинает срать на историю, вот блядь, не дай бог тебе пошутить про, там, не знаю, какого-нибудь Петра Великого или там про советское прошлое, сразу же найдется куча людей, которым бы это не понравилось, вот здесь то же самое. Я могу сказать, что вам точно понравится, потому что я посмотрел три серии, вам очень понравится игра актеров, потому что там играют Эль Фаннинг, которую я очень люблю так актрису, там играет Николас Холт, тот самый, который из Мэд Макс, и они играют совершенно замечательно, то есть мне, честно говоря, было 10 раз плевать на юмор, мне было 10 раз плевать на то, что там по российскому двору ходят чернокожие туда-сюда, а вот тот факт, что там в эту адскую дичь выкладываются премиальные актеры и выкладываются очень хорошо, это всегда любопытно наблюдать, то есть серьезно, когда, например, та же история у меня была с фильмом «Будалта Клюв», который старый-старый фильм про то, что Шерл Холмс говно и пьяница и все за него делал Ватсон, и там играл еще относительно молодой дворецкий, собственно, господи, вылетел из головы, напомни мне, который играл во всех фильмах Ноуна, Альфреда, и прочее. Я понял, я не помню, как актеру зовут. Это уже под ночь у меня полностью вылетает, ну, в общем, ладно, простите меня, пожалуйста, но вот он там играл абсолютно инфантильного персонажа, и ты просто не привык его видеть в этом амплуа. Вот тут то же самое, ты смотришь на Николаса Холста, и ты думаешь, блин, это же человек, сыгравший Майкл Кейна. Майкл Кейна его зовут, да. Да-да-да. Человек, сыгравший Толкина, человек, сыгравший там Накса, и тут он творит такую ебанину, это так любопытно наблюдать, как, в общем-то, и Алифанин, которая там занимается такой дичью, что-то такое классно, поэтому даже если вам безинтересно, или у вас там какие-то есть терки с юмором или историей, все равно гляньте, потому что это те роли, которые потом актерам падают в портфолио, и вы все равно к этому вернетесь, вот и все. Да? Слушайте, ну, я могу сказать, что я хотел на самом деле рассказать про фильм, который ребята уже рассказывали до этого, просто я посмотрел его вот буквально совсем-совсем недавно, вот, и, знаете, у меня лежал прям вот вышли из тех Кролик Джорджо, фильм Тайки, Войтите, который, я напомню вам, в России запретили, вот, потому что, потому что нациизм, ты такой говоришь, типа, вы хоть фильм смотрели, нет, нациизм, у нас и Мауса запретили, который вообще антифашистская книга, кому-н, вот, и, никто не разбирается, в общем-то, мне очень жаль, что, конечно, никто не разбирается, потому что, к сожалению, в итоге, официально в России Кролик Джорджо посмотреть сложно, и, фильм при этом мне очень-очень понравился, я искренне считал, что это будет какая-то туповатая немножко комедия о Гитлере, но местами и правда туповатая комедия про Гитлера, ну, мы напоминаем вам, что фабула фильма в том, что это мальчик из Гитлера-Югента, у которого воображаемый друг это Гитлер, которого играет, собственно, режиссер фильма Тайка Войтити, и, в общем-то, многие на этом и остановились, подумали, пиздец, не буду смотреть, я примерно, знаете, думал о том, что, ну, вот, ну, наверное, надо, конечно, попробовать смотреть, но фиг знает, короче, я могу сказать, что, наверное, первую, короче, вся комедийная история с воображаемым Гитлером, это просто механизм того, как мальчик справляется с реальностью, которая находится вокруг него, а все остальное, это драма, настоящая драма, и просто зная это, посмотрите этот фильм, потому что он действительно очень хороший, он очень трогательный, очень местами тяжелый, как бы, но, так скажем, не то, что, знаете, такой зубодробительный, прям слезы выжимательный. Нам пишут в чате, что трудно промо сделать для русского зрителя. Блять, пацаны, ну камон, с каких пор русский зритель потерял самуиронию? Вот что Великая, что Кролик Джоджа, если вы не умеете смеяться над собой в плане сатиры, ну, грошу вам цена, как зрителю, ну камон. Это то же самое, как люди бомбили с фильма, как же этот фильм, который, Матильда, Матильда. Смерть Сталина, господи. Или Смерть Сталина, да. Вот тебе данный пример, причем фильм абсолютно... То есть как бы народ бомбил с этих фильмов адский. Блять, а фильмы-то проходные. Матильда, блять, полное говно. Этот самый, как его... Блять. Смерть Сталина тоже... Смерть Сталина, это вообще, в общем-то, сатирная, не смешная, да. Важная вещь нам пишут о том, что я ошибся, на самом деле, Кролика не запретили в России, а автор фильма и дистрибьютора, в общем-то, дистрибьютором является теперь уже, так как это Fox Searchlight, по-моему, это Disney, они сами отказались от проката в фильме, как и Sony, в свое время убоявшись российских властей с Modern Warfare, они тоже решили отказаться, видимо, самостоятельно. Ну, короче, я к тому, что люди отвыкли от самоиронии, люди отвыкли от сатиры, и мне кажется, что это очень плохо, когда люди не воспринимают вещи, которые сделаны, ну, чисто, как сатирические вещи, они воспринимают ее, блядь, очень серьезно, за картинку с Путиным, который накрашен как Дрэг Куин, короче, можно присесть в России, и мы живем вот в этом таймлайне. Мы живем в том таймлайне, в котором люди слишком серьезно к себе относятся, это правда. Но ты понимаешь, это же все циклично, я могу сказать, что такого же рода истории были в США, например, в 50-х, 60-х годах, у них же тоже прям пуретонство, а потом наступали в 60-х, 70-х с полной разнуренностью, как бы, то же самое и в России же было тоже там, типа, Советский Союз, пуретонство, а потом 90-х, 92-х тысячные, потом, вот, сейчас опять то же самое, так что ждите в 2010-го, 20-го, 30-го годах, когда вырастут вот эти самые ребята, которые сейчас в ТикТоке шутят про наркотики, геев, про папика, который переписал на меня квартиру и прочие, прочие, прочие вещи, которые, как бы, фанатеют от Андрея Петрова и вот это все. И вот эти все люди, которые сейчас вносят запреты, которые сейчас решают судьбу у типа людей, это люди прошлого поколения, которые через 20 лет уже будут релевантны и не будут не иметь никакой власти, а через 20 лет придут зайти сами ребят, которые шутят про наркотики в власти, понимаете? И вот тогда посмотрим, к чему все это приведет. Отличный стикер и отлично наложился на обложку кролика Джорджа. Но в любом случае я могу сказать, что кролик Джорджа мне безумно понравился и если вы вдруг точно так же, как я, откладывали его в долгий ящик и думали, ну, просто подумаешь, там, воображение Гитлеров, прочее. Просто маленький, это просто один из маленьких аспектов фильма, который не является основным. Потому что основной аспект фильма вообще в другом. Я уже говорил в подкасте, что он мне напоминает старый фильм тоже про фашистов «Жизнь прекрасна». Вот он мне чем-то напомнил. Да, 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 да. Мне тоже очень понравилось. Это с Роберто Бенини, по-моему. Да, 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 да. Кролик Джорджа чем-то на этот фильм похож. Короче, найдите кролика Джорджа, мы не знаем где, я помню, я его где-то скачал. Где-то в интернете. Артур Галюин занял 100 тысяч рублей, спасибо за стрим, пацаны, спасибо тебе, Артурчик. Сергей Чиков занял 100 рублей, всем шалом, пацаны, проверяйте автопродление подписок PlayStation Plus. Я его 100% отключал после активации, а сейчас 3300 вжух и улетели. Я могу сказать, что меня не волнует как бы автопродление, если, ну, надо продлить, я продлеваю просто и все. Все равно купишь. Все равно, да, я, в общем-то, играю на PlayStation, поэтому я не отменяю. Великий занял 100 рублей, че-че? Вот да. Ничего не поделать. Пабло Парри занес на 100 рублей, Корги Дерп вас посетил, милый пес, будьте здоровы. Спасибо тебе, братан. Е-е-е, спасибо тебе. Так, Димка, ты у нас посмотрел новый сериал от создателей, одного из создателей Рика Морти. Да, я уже, я уже начал про него говорить. Я могу сказать, что это мультсериал от создателей Рика Морти, точнее, от одного из создателей Джастина Ройланда, он же озвучивает, собственно, Рика и Морти, и его голос, он реально точно такой же, как и, блядь, в Рике и Морти. Куча персонажей, которые там есть, похожи на Рика и Морти. И вообще у меня сложилось впечатление, что Hulu просто дал денег Роланду и сказал, сделай нам Рика и Морти, но только не Рика и Морти, чтобы нас не засудили, да, да, да. То есть, если вам нравится Рика и Морти, блядь, вам солнечные противоположности просто вот рекомендую посмотреть. Есть несколько моментов. Первый момент. Так как это сериал немножко в другом ключе снятый, то есть, смотрите, Рика и Морти, это два, ну, условно, человека, которые путешествуют по инопланетным там мирам, таймлайнам, ну, короче, с ними какая-то хуйня постоянно происходит. Здесь наоборот, здесь пришельцы попадают на Землю и пытаются в Земле разобраться. Ну, то есть, как бы, вот, что в Земле происходит. Соответственно, у них своя собственная инопланетная логика, у них свои собственные инопланетные заморочки, и в принципе, то есть, это такие Рики и Морти, только повернутые наизнанку. То есть, собственно, история солнечной противоположности, она, наверное, и намекает на то, что это солнечная противоположность Рику и Морти. Примерно так. Ну, то есть, смотрите, есть синий пришелец, я забыл, кого зовут, неважно, синий пришелец, который вечно недоволен, говорит весьма недовольным голосом, он супергений, при этом может построить все, что угодно там за просто по щелчку пальцев и прочее. И есть веселый зеленый пришелец, который дурачок. Ну, прям дурачок. То есть, если синего пришельца назвать Риком, а зеленого Морти, нихуя не поменяется. Вообще. Я посмотрел весь сезон, и я могу сказать так, есть серии проходные, прям вот, блядь, совсем пиздец проходные. Есть серии просто охуительные, то есть, вот прям вот, знаешь, прям берешь, вот распечатываешь и в рамочку ставишь. Реально охуительные серии. Там есть серия, которая вообще не про этих пришельцев, а она рассказывает про уменьшенных людей, которых эти пришельцы уменьшают и прячут в стену. Знаешь, как он муравьев, вот, строят из муравьев муравьиную ферму. Вот то же самое, только с людьми. Есть целая серия, которая про это рассказывает. И эта серия целиком, она вытягивает весь сезон этих «Солнечных противоположностей», потому что она абсолютно нестандартна. Есть серия, как я уже говорил, про стеклянный потолок и женское желание, скажем так, добиться, как всего, чего добились мужчины, скажем так. Ничего не вышло. есть просто угарные серии, которые просто как набор скетчей, ну и так далее. Я могу сказать, что я советую посмотреть, несмотря на то, что вас не будет покидать ощущение того, что это по сути те же щи. Ну то есть все то же самое, что было, вы уже видели в реке Мурти. Но если вам мало, пожалуйста, вы можете это сделать. Соларо опозитис, я очень советую посмотреть. Такая вот история. У меня висит тоже в слисте, я прям в ближайшее время хочу тоже. Маленькие, короткие серии, там минут то ли по 15 или по 20, то есть весь сезон можно за часа за два или за три включил и бить в общем за вечер. За вечер, Слушайте, я хотел поделиться вот каким впечатлением. Дело в том, что у меня действует подписка Apple Arcade, я периодически просматриваю а там очень много игр, причем самое смешное, что там большое количество игр надо обязательно смотреть через раздел CO, то есть посмотреть все, так как они не зафичерены вот на главной странице Arcade никаким образом. Ты просто берешь тебя, заходишь в CO и начинаешь там типа смотреть, а там их очень много уже этих игр, скачиваешь их все и начинаешь в общем-то зырить. И я наткнул, я просто скачал огромное количество игр себе, целую пачку, и там смотрел, какие-то мне понравились, какие-то не понравились. Я хотел рассказать про две игры, которые мне действительно очень запали неожиданно. Первая игра это игра, которая называется Pattern, а слово Pattern, ну Pattern, то есть повторяющийся узорность она у нас называется в нашем App Store. Так серьезно такое название? Узорность? Узорность, да. Окей, хорошо, узорность. Что такое эта игра? По сути, это простейший пазл, который заключается в следующем. У вас есть постоянно обновляющийся список паттернов от разных художников со всего мира. Соответственно, вы берете, включаете этот паттерн, он разделяется на скетч некий черно-белый этого самого паттерна и его цветные пазлы, которые лежат справа. И вам нужно просто, по сути, совместить этот паттерн из этих самых кусочков цветных кусочков этого паттерна донизывая их на скетч. И это настолько медитативно, насколько это вообще возможно, типа сбор пазла в целом. То есть это реально красивые узоры, это часто очень маленькие детальки, которые ты собираешь в последний момент, потому что это какой-то маленький кусочек цветочка, причем этот цветочек, поскольку повторяется везде, ты не понимаешь, блин, какая именно эта часть цветочка. Все это под очень красивенькую музычку. И самое главное, что там есть трофеи, которые основаны на том, чтобы ты по сути собрал как можно меньше раз ошибаясь. И в итоге ты понимаешь, что смысл игры в том, чтобы собирать все с первого раза. Ну, то есть нанизывать эти самые пазлы, не ошибившись ни разу. И ты начинаешь сам ставить себе эту цель. И я сложил, наверное, штук шесть этих картинок. Блин, я заебался просто там местами, потому что есть очень тяжелые пазлы. Знаешь, цветки с павлинами такие просто безумно, причем с кучей маленьких деталечек таких. Особенно учитывая, что я играл еще на iPad Pro, у которого там невъебенное разрешение картинка. И ты прям реально понимаешь, что картинки реально вот прям каждый пиксель. А они от руки нарисованы. Они нарисованы от руки. Там, кстати, одна из художницы, девушка из Калининграда, она там тоже рисовала в ряд этих паттернов. Самое прикольное, что когда ты собрал паттерн, ты можешь его сохранить как обои, если он тебе понравился. Это прям классно сделано. И, блин, настолько медитативная игра, мне прям реально вот не хватало такой, знаете, игры, когда ты лежишь такой, и просто такой собираешь пазлы. Блин, я три часа собирал эти восемь пазлов, потому что ну прям реально долго. Особенно, знаете, когда какой-нибудь паттерн, где куча маленьких домиков, таких, знаете, а-ля там типа Ворис Валда, там, и ты прям сидишь и каждый домик собираешь, блин, ну прям вот на айпаде очень круто играть. Так, а вторая? Если у вас есть айпад, если есть Apple Arcade, то я советую узорность, она же паттерн. А вторая игра, которая мне очень понравилась, тоже вот примерно так же я залип, называется Cricket Through The Ages. Это игра про крикет. Игру крикет. Но она сквозь года. Да, она двухмерная. И эта игра по сути она просто угарная. В ней очень простое управление. Управление заключается в том, что типа вы или зажимаете палец и персонаж начинает крутить крикетной клюшкой со всей дурью. Типа или вы нажимаете постоянно кнопку, типа и типа персонаж начинает идти вперед и похуярить клюшкой. Вот. И там все превращается естественно в полный абсурд, потому что говорят, что крикет вообще это очень древняя игра. Ей увлекались очень-очень давно. И там типа знаете, идет типа тираннозавр против чувака с дубинкой. И ты берешь таким чуваком с дубинкой машешь и такой тираннозавр бежит. Или потом тебе говорят или наоборот. И ты берешь и тираннозавром бежишь на чувака с дубинкой. Короче, реально очень смешно выглядит. И причем это по сути такой типа туториал, а потом вы начинаете играть в реальный крикет. Ну, почти реальный крикет. Где как бы примерно... Это когда кидается... Смотри, поиграв в эту игру, я понял. Объясняю очень просто. Это что-то типа бейсбола, когда у тебя есть чувак с клюшкой. Ну, типа не клюшка, такой типа битый, плоской. А другой чувак бросает ему мяч. Задача чувака как сделать? Бросить мяч таким образом, чтобы он попал или между ног, типа, или где-нибудь слева-справа, но попал в маленькие такие ворота, которые находятся за чуваком с клюшкой. Ворота типа как в городках, знаешь, такие, что если ты разъебешь эти ворота как в городках вот этим вот ядром, мячиком, все, ты типа... Никто не заработал очков. То есть ты типа по сути бросил мяч, чувак промахнулся по нему, ты разбил ворота, все, ты типа вот ты свой долг выполнил. Задача чувака, который стоит с клюшкой, ебануть по мячу как в бейсболе. И, соответственно, чем дальше ты его запыльнешь, вверх, вниз, влево, вправо, типа, тем лучше, тем больше очков ты получишь. Примерно плюс-минус так. Ну там еще куча дополнительных правил, естественно. Ну вот в этой игре примерно правила объясняются так, ты такой, ну окей, иначе надо бросить так, чтобы этот не попал, а когда в тебя бросить, надо, блин, попасть. И отбить желательно так, чтобы типа мяч попал куда-нибудь вверх. Я смотрю видос, могу сказать, такой пиздист в истории. Мы с тобой ее стримили, Брошу с тобой. Серьезно? Я не помню. Да, у нас она была на стриме Apple Arcade. Видос он смотрит. Короче, игра мультиплеерная. Еще к тому. Можно играть одному против КПУ, можно играть вдвоем. Причем вдвоем, вот точно так же, типа вдвоем, просто жмете на экран с обоих сторон. Блин, это очень смешно. И я прям люто, дико советую поиграть. Опять же, это вот такие, знаете, hidden games Apple Arcade, которые вроде так не особо сильно продвигаются, но они очень прикольные. Вот. И, как бы, я прям советую. Короче, Apple Arcade, я потихонечку, знаете, разгребаю по 2-3-4 игры за месяц, каких-то прикольных, которые мне реально нравятся, а некоторые мне прям вообще не заходят, я их тут же удаляю. У меня вот тут мил подписку, но могу сказать, что, может быть, даже верну ее обратно. Посмотри, как бы, вполне возможно, может, я тоже что-то сделаю. Я напоминаю, что наш блог про впечатления, спонсор нашего блога про впечатления Мори ТВ, промокод Завтра Каст 2, именно так, английскими буквами Завтра Каст 2, для всех новых пользователей 30 дней бесплатно, соответственно, если привяжете карту. Куча сериалов, куча фильмов и всего такого прочего можете смотреть. Да. Такие дела. Тихонечку заканчиваем наш подкаст, как раз-таки поделимся впечатлениями о статьях, которые мы прочитали. Да. Первая статья, которую мы хотим вам посоветовать, она очень актуальна в свете большой премьеры на этой неделе. На кинопоиске вышел заказанный Яндексом первый за 8 лет сезон двухмерных смешариков. Вы понимали, у меня ребенок так радовался, так радовался. Подожди, объясни мне, я вот не смотрю смешариков, они не выходили, что ли, очень долго? Они в 12-м году закончились, потом 2D, именно 2D серии не выходили. Были публикашки, трехмерные мультфильмы, но 2D смешариков не было. Сейчас они сняли новый сезон на деньги Яндекс, эксклюзивные на кинопоиске. И он классный, он будет выходить до 1 июня кусочками. И на этот счет на ДТФ появился ряд статей про смешариков очень интересных, но самый классный, на мой взгляд, называется смешарики, как мультфильм про круглых зверей стал международным брендом, он рассказывает про создание смешариков, как вообще они появились на свет, как они завоевали аудиторию, почему это в общем-то проект, которым вообще абсолютно не стигна гордиться, это большой международный проект, как он этого достиг. Так что, если вам интересно, какие-то кисы... А мне кто-то рассказывал, по-моему, ты мне рассказывал, что смешарики это такая социальная сатира под видом детского мультфильма. Да, это такой, это, знаешь, это российская версия Gravity Falls. Ты серьезно сейчас? Абсолютно серьезно. Более того, там в одной из серий, например, на хижине бараша выцарапаны герои серии потопон. Там тьма таких паскалов, там тьма отсылок, там есть серии, которые прям вообще не детские, абсолютно. И если вам было интересно, как вот появились смешарики и вообще, почему это ни хрена не мем, а действительно классный мультфильм, который любят дети взрослые, почитайте. День рождения смотрел. Вообще не нравится. Я могу сказать, что смешарики довольно прикольные, особенно для детей, они действительно хорошие, лучше, чем многие другие мультфильмы. Например, фиксиков я так и не смог понять. Блядь, фиксики, это... Это... такой пиздец. Чувак, а же спасибо, что не синий трактор. Блядь, пожалуйста. Блядь, за то, Тимур, хватит. Слушайте, я хотел по поводу в контексте песен синего трактора рассказать вам про статью крутую. Просто поите, почитайте ее на английском языке. Это история техно-музыки, техно. Так. В Индии. Что там, какая-то нестандартная история или что? Чтобы вы понимали, короче, пионерами вообще в целом техно-музыке, точнее даже, так скажем, техно-битов, вот, и такой, типа, необычной, вот, ритмичной музыки, в Индии стали чуваки, которые вообще занимались этим еще с 60-х, даже, типа, ну, там, типа, с конца 60-х годов, и, как бы, занимались этим очень долго, как бы, соответственно, они, как бы, в 70-х годах, как бы, это прям очень сильно педалировали, и, как бы, эта электронная музыка была, как бы, ну, как из разряда, типа, экспериментальной, потому что никто не слушал этого, это, типа, люди делали, которые там, типа, экспериментаторы по дизайну, по архитектуре и так далее, они занимались, вот, как бы, пионеризацией еще и звука, тоже в контексте своей философии, по поводу, как бы, того, каким может быть, там, гармония дизайна, все, и, как бы, делали классные штуки, как бы, очень крутая статья, почитайте про то, что все это было, я напоминаю вам, что один из моих любимых подкастов, вообще, в целом, это подкаст, который называется Beats in Space, соответственно, ну, типа, биты в космосе от диджея Тима Суини, и он периодически к себе приглашает огромное количество очень необычных музыкантов и артистов, и у него часто бывают музыка, ну, диджей, которые играют сборную солянку, в том числе, из ретро-музыки со всего мира, именно у него вы можете услышать, например, турецкое диско, или то же самое индийское техно, старое какое-нибудь, или какой-нибудь, там, сербский, сербский, там, панк-рок, какие-то совершенно необычные вещи, которые могут оказаться реально очень крутыми и классно звучать. Я в этом плане, в этом плане, слушал, знаешь, что, у Гривищакова был подкаст Аэростат в то время. Вот он, казалось бы, я не очень люблю Гривищакова, и вообще мне насрать на творчество, что он там делает, но вот именно в плане его подкаста он туда вставлял абсолютно любую музыку, просто, блядь, любую. И я помню, мне понравился какой-то выпуск, где он нашёл чувака, который американец, поехал в Индию в каком-то ошране там, типа, познакомился с каким-то гуру, тот ему поездил по ушам, и этот ударился в кришноидство. И на фоне этого начал петь Харе Кришна, Харе Раме, но только с музыкой, с нормальной аранжировкой, со всей хернёй. И вот Гривищаков поставил там несколько таких роликов, я могу сказать там очень необычный Музон Тимур, тебе, блядь, очень бы понравилось, серьёзно. Блин, ну, короче, так или иначе про историю техно в Индии очень забавная статья, почитайте на The Guardian. Угу. Вот. Ну и, кстати, довольно классная ещё статья, прям большая, жирная статья на Financial Times, ну, то есть FT.com о том, ну, тоже на английском языке, о том, как президент Трамп справлялся с одним из самых больших кризисов в истории США в последнее время, который связан с коронавирусом. Так он же не справился пока ещё никак. Ну, вот, как происходило прям поэтапно с Нового года, вот, как бы, вот вся история с нахождением коронавируса, с противодействием ему, с помощью штатам, с взаимодействием с другими политиками, взаимодействием с правительством, взаимодействием с Белым домом, с Сенатом и так далее. Это очень интересное длинное чтиво с разбором огромного количества деталей, и если вам в целом интересует, ну, там, так скажем, биополитика, если вам интересна вообще, там, американская политика, то, как у них это всё работает, то я очень советую почитать. Это прям супер детальный разбор, прям вот как таймлайн такой, с точки зрения политики, экономики, социальной истории, я прям очень-очень советую почитать. Офигительно, совершенно. Ну, она прям большая, длинная, так что, ну, там, реально, это минимум минут на 40. Ну, а хотим мы поблагодарить наших патронов, которые заносят нам больше всего денег через сервис Patreon. И это, конечно же, 5D Trade, Алекс Колов, Алексей Кольцов, Антон Серебренников, Артём Логинов, Артур Галиулин, Евгений Петрунко, fapeningbook.com, fankoprusha.com в революционной фигурке в России, fxfortrader.ru, Героям Слава, Григорий Яфа, Илья Кузнецов, Лява Корчук, Иван Ткачёв, Джаггер Меш, Маринад, Майк Брюханов, мистер Бёрни, мистер Валери, Никита Стрельников, Орех, Павел Петлич, Павел Стариков, Полониум, реплей гейм-кафе в Санкт-Петербурге, Слава Украине, Ти Юджин, Валерия Неборская, Владимир Ходоков, Владислав Сульяновс, Вова Стельмощук, Юрий Косарихин, Зив, Алексей Пазников, Арсений Вайс, Аугментированный Апельсин, Беня, Дмитрий Лобаков, Женя Тонев, Михаил Аронов, Ромочка Какашкин, Сергей Зарк-Клименко, Серёжа Шатальников и Ярослав Хориченко. Спасибо вам, пацаны и девчонки, за поддержку. Это очень важно. В такое тяжёлое время мы понимаем, что всем тяжело, поэтому то, что вы находитесь, его поддержите, в том числе и нас. Это очень-очень круто. Ребята, это правда. 3 часа 15 минут тяжело, тем более мы сегодня вышли очень поздно. Сейчас, чтобы вы понимали, час 45 по Москве, а мы заканчиваем писать подкаст. И показания тоже, я тебе скажу. Да-да-да. Так что, как бы, спасибо большое всем тем, кто нас сидел, смотрел в онлайне и слушал тоже, как бы, поэтому если вы вдруг не подписаны на наш ютуб и не смотрите нас на видео, наши небритые морды, то самое время подписаться в наш ютуб и, в общем-то, это делать. Да, так что, пацаны, до следующей недели. Мы с вами прощаемся. Если что, приходите на наш вечернее шоу ДТКД по пятницу-субботу примерно, плюс-минус по вечерам мы выходим. Приходите в онлайн, смотрите с нами, угорайте, бухайте, тусите. И вот это все. Да. Спасибо вам, что смотрели. Спасибо большое, что донатили. Давайте до следующей недели. Всем пока. Пока-пока.